Ну что, сегодня у нас Эдмунд Спенсер. Описание поездок по Западному Кавказу в 1936 году. Вообще, выходило две книжки у Спенсера. Это, собственно, вот эта книга, да, самая главная, которая издавалась в издательстве Эльфа в 2008 году. Сейчас ее уже купить пока нельзя, я не встречал, видимо весь тираж распродали. Здесь переводил ее Мальбахов, Корольбис, Кабардинского госуниверситета. И как бы она, наверное, самая полная сейчас. Вообще же у него побольше материала, выходило два издания. Было еще раньше путешествие в Черкесию, которое переводила Неймана Ляшева. Ну мы ее второй прочитаем, потому что там получается кусок такой, как бы, вырезанный из общей книги, который касается только Черкесии. А вообще, он там уже путешествовал, начиная с Крыма и заканчивая Грузией. И как бы тут просто взяли один кусок, вытащили из книги и перевели, а остальное осталось за бортом. Поэтому мы ее отдельно потом почитаем. А сейчас я вот предлагаю обратиться к основной книге. И немножко скажу о самом Эдмундте Спенсере. Иногда его сложно достаточно найти, потому что есть еще такой Эдмунд Спенсер, музыкант эпохи Шекспира. И с ним часто путают при поиске. Получается и тот, и тот, и Эдмунд Спенсер оба. Но этот у нас жил в 19 веке. Он был капитаном морского судна, путешественником таким достаточно заядлым. И вот он в 1830 году впервые обратился к Кавказу. Но тогда, скажем так, он не очень понимал, как все тут устроено. И 30-й год был, это буквально год-полтора прошло после того, как Россия полностью присоединилась к Черноморскому побережью. Построила там, ну, даже еще не строила крепости, насколько я знаю. Там только она-то была и Новороссийск. И получается, что он обратился к графу Воронцову с просьбой предоставить ему возможность ознакомиться с краем. Но поскольку военные действия, русские войска и сами еще толком не знают, что там на побережье. Поэтому ему предоставили корабль, на котором он подпишется немножко по Кубани. Сначала в Крыму побыл, там просмотрел, как живут крымские татары. Посмотрел, как устроена российская администрация. Потом сел на корабль под названием «Ифигения» и проплыл на нем как раз-таки от Анапы до Поти. Заходя в основные порты, ну, какие основные порты тогда были, в Геленджике стоял небольшой там пост, в Суджук-Калевно в Российске и уже дальше в Абхазии. Поэтому даже те короткие встречи с местным населением, которые у него здесь проходили при российской администрации, они ему ничего не дали, он ничего не понял из этой поездки. И он это осознал, на самом деле. В общем, он писал тогда с первую свою поездку, она называлась, книга была такая, «Путешествие в Черкесию и Крым-Татарию, включая пароходную прогулку по Дунаю от Вени до Константинополя и вокруг Черного моря». То есть это была часть поездки в российский вот этот вот кусок. А в российском издании вышла книжка Сафонова позже, в 1936 году, поездка к восточным берегам Черного моря на Корвете и Фигения. Но Спенсер как бы задумался, что надо бы как-то погрузиться с другой стороны. То есть это все очень поверхностно оказалось, как-то попасть к черкесам. И он готовил такую вот спецоперацию в 6 лет, скажем так. В это время он жил в Германии, там он познакомился с графом Германа Фруклер-Мускау, вот такой был товарищ, автор новеллы о жизни в Германии, о приключениях, такие саркастические вещи достаточно, о представлениях немцев об окружающих народах. И вот этот граф еще известен тем, что он писал эротические записки об Англии и был автором мороженого тут и в руте. Вот с ним Спенсер там дружил и в 1936 году потом написал книгу, скетч о Германии и немцах со взглядом на Польшу, Венгрию и Швейцарию в 1934, 1935, 1936 годах от резидента Англии в Германии. То есть такое приключенческое дело получилось у него. И тогда же он после жизни в Германии, он отправился в Турцию, там познакомился с контрабандистами, которые в Черкесию из Трабзона перевозили товары, а тогда уже существовала морская блокада со стороны России, берега Черноморского, и нельзя было проходить. И он с этими контрабандистами отправился в Черкесию, где пробыл несколько месяцев. И вот по этим результатам этой поездки появилась эта книга, которую мы будем читать сейчас. Вообще у него считается довольно наивные были взгляды, потому что он был первый англичанец в этих местах, и он восторженно сравнивал черкесов часто со спартанцами. То есть ему казалось такая вот древнегреческая Спарта. Для того, чтобы его не трогали, он приправ в бухту Пшады, познакомился там с владельцем Махмуда Мендороглы, это был такой довольно авторитетный местный черкесский орг, который владел большими торговыми складами, вел ширину торговлю, но до того, как Россия пришла на побережье, в 10-е, 20-е годы, он там как бы независимый посредник был. У него был генуэзис Касси, который служил на русской службе, и он там организовывал торговлю. И через него Российская империя пыталась как-то через торговлю настроить какие-то отношения с черкесами. Он как бы его покрывал. Ну, он не то что покрывал, он его был как кунак, как хозяин его принявший. Он за него отвечал. А потом, когда все пошло прахом, после захвата побережья, захвата Анапы, в общем, этот несчастный Мендороглый вынужден был убиваться уже своих отечественников, которые считали его шпионом. Ну, это вообще отдельная история. Но вот как раз Эдмон Спенсер попал к нему и тоже под его покровительством там живо-путешествовал и зафиксировал вот эти непростые отношения на месте. Ну, и напоследок скажем еще, что после того, как Спенсер здесь попутешествовал, он вернулся в Англию, издал там книгу в 1938 году, которая произвела, в общем-то, фурор на любителей путешествий. Ей, книга этой, пользовались следующие путешественники в Черкесию. Это Джейкс Белл, это Джон Лонгборд. Они очень часто ссылались на Спенсера. И, в общем-то, книга стала достаточно популярной в Англии. Собственно, Джона Лонгборда и Белла мы не будем читать, потому что они есть сейчас в продаже, в той же Англии Черкесии, в инстаграме можете найти. И для Спенсера эта поездка была последняя, он больше не возвращался на Кавказ, но еще через лет 20 написал книгу про путешествия на Балканах и в Грецию. Ну, а как он закончил, мы не знаем ничего, но, видимо, хорошо, в общем-то. И теперь... Ну, кто не может посмотреть, этот эфир я сохраню, он все-таки будет. А звук я самой, как бы так сказать, о книге, да, озвучку книги самой я сохраню, выложу по ссылке, вы сможете в любое время ее послушать, скачать, как угодно, это будет подкаст фактически. Будем комментировать сразу, я буду читать и буду останавливаться для комментариев. Можно будет обсуждать, если какие-то вопросы, можете спокойно тоже пишать. Итак, книга Эдмунда Спенсера «Описание поездок по Западному Кавказу в 1836 году». Глава первая В этом изменчивом мире, где сегодняшняя надежда столь часто оборачивается неизбежностью, разбитой завтрашним случаем, мне огромное удовольствие доставляет то, что я имею возможность исполнить обещания, мною данные в моей последней работе, продолжить рассказ о моих дальних странствиях, и так как я не пребываю более в пути, минуя одно место за другим, одну страну за другой, попеременно подвергаясь опасности заболеть или возможности быть схваченным в качестве шпиона или колдуна жителями полуцивилизованных краев, мною исследованных, я надеюсь, что смогу сделать мои страницы более достойными внимательного прочтения моими читателями. Вследствие растущего интереса к кавказским провинциям на Черном море, я особенно жажду представить любое возможное сведение, их касающееся, особенно в той мере, в какой героизм их жителей уже вызвал симпатию к ним всего цивилизованного мира. К людям, хотя и уступающим в численности своей, лишенным помощи какой-либо иной державы, все же сохранившим свою независимость вопреки громадным усилиям, с небольшой паузой продолженным в последние 50 лет их грозной соседкой России, дабы покорить их. Следовательно, без дальнейших предисловий я приступаю к сведениям, касающимся Западного Кавказа и его жителей. Тем не менее, разумным будет проинформировать тех из числа их читателей, кто не прочитал внимательно мою предшествующую работу о Черкесии, что стечение благоприятных обстоятельств сопровождало мое посещение этого интересного и почти неизведанного края. Приглашение от графа Воронцова, генерал-губернатора Южной России, сопровождать его в поездке вокруг Черного моря и посетить русские поселения в Черкесии, Менгрелии и Гурнале Гурнал, это, по всей видимости, Западная Грузия, Гуве, было способом получения мною множества сведений относительно политической обстановки в областях, до сих пор находившихся под русским влиянием, будучи плотно закрытых для проникновения в них какого-либо чужеземца. Вновь, когда я посетил внутренние области Черкесии, мне помогли рекомендательные письма некоторых ведущих офенди Турецкой империи к нескольким вождям и старейшинам племен, гарантировавшие мне радушный у них прием. Для детального описания этих поездок я позволю отослать моих читателей к своим преждим томам, ибо это описание в действительности является их продолжением. По предыдущему тому, как я уже сказал, мы еще дочитаем в отдельном выпуске. Кавказский перешейк с его изумительными горами и покрытыми снегами вершинами, образующими естественный барьер между двумя большими частями земли Азии и Европой, является, если не самым удивительным, то самым неизученным регионом Древнего мира. Действительно, почти все географические знания, коими мы владеем относительно его внутренних областей, из-за недоступного характера края и немалой опасности путешествия по нему большей частью ошибочны. Здесь путник не защищен не только от пули русского захватчика, банды-грабителей, но и от вероятности оказаться в вечном рабстве. Поэтому, чему тут удивляться, что чужеземец редко появляется в крае, где он мог добиться научных целей или распространения знаний, но способен был в равной степени пожертвовать своей свободой или своей жизнью. Дополнительное препятствие в получении точных сведений проистекает из того обстоятельства, что почти каждое племя его населяющих говорит на отличном от других языке. Путешественники, до сих пор писавшие о подказе, были преимущественно русскими агентами. Следовательно, зная о политических намерениях этой державы, вы не можете полагаться на их высказывание при описании ресурсов или стабильности политического положения на нем. И то политика России, начиная с первой попытки Петра покорить его, неизменно заключалась в сокрытии действительного состояния дел в этом крае. Помимо этого, часть перешейка, обозначенная как Западный Кавказ, кое главным образом и были ограничены мои поездки, всегда оставалась, благодаря храбрости ее жителей, недоступной для русских вторжений, за исключением немногих фортов на побережье Черного моря. По этой причине нам не приходится удивляться, что ни один из посланных в России притописцев Черкесии никогда не проникал во внутренние области этой страны. Все свидетельства Гуденштепта, Ренгерса, Паулоса и Клапротта проистекали из сведений невежественных русских пленников, армянских корабельников или караимских евреев, а не из личных наблюдений. Так как некоторые из моих требовательных современников советовали мне сообщить могучие быть у меня сведения, относящиеся к истории происхождения жителей Кавказа, а также торговым выгодам, что представляет Великобританию эта страна, пожалуй, перед тем, как начать описание моего возвращения домой, можно было бы остановиться на некоторых немногих подробностях. Западный Кавказ, охватывающий огромную территорию, простирающуюся от Кубани до Менгрели, от русской военной дороги до Владикавказа или Терк-Колын, начинающуюся на Средней Кубани, прилегающую вдоль заснеженных гор и заканчивающуюся в Друзии, населено разными племенами, которые, будучи разными в происхождении языку, все же находятся под властью князей, старейшим и дворян, претендующих на общее свое происхождение и именуются Аттегеями. Тут надо отметить, что это слово, встречающееся, такое очень искаженное через английский, Аттехей иногда говорят, это от Адыги, Адыгей. Аттехей и Аттегей уже через несколько переводов, с нескольких языков появляется это слово у Спенсера. Жители обеих частей Кабарды и нескольких племен, живущих на Черноморском побережье от Кубани до Верхней Абазии, говорят на чистейшем черкесском языке и считаются по своему происхождению подлинными Аттегеями. Этому народу принадлежит также в качестве отличительных признаков большая храбрость и большая цивилизованность, большее гостеприимство и учтивость по отношению к тем, кто у них гостит, большее упорство и большая бескомпромиссность в их неприязни к России в сравнении с любым иным народом. Аттегей, имя, коим эти люди сами себя называют, не являются, однако, тем, коим они известны своим соседям, как то я уже отметил в моей предыдущей работе о Черкесе. Следуя их самоназванию Аттегей, означающему народ, живущий на территории между двумя морями, мы можем в большей доле вероятности признать их в качестве коренных жителей. Это предположение, однако, не подкрепляется ни преданиями самих черкесов, ни подробностями, что предоставлено нам татарскими русскими историками. Последние владеют несколькими весьма любопытными и ценными трудами по истории, происхождению, мравам и обычаям разных обитателей обширных территорий, над которыми Россия но не установила свое владычество. Но, к несчастью, для распространения знаний они, исключая их прочтение лишь немногими привилегированными, остаются за семьей печатями. Во время моей поездки вокруг Черного моря высокочтимый вельможа граф Воронцов снабдил меня разнообразными интересными трудами, под отказом, с помощью которых, и могу добавить, с помощью его собственных разумных наблюдений относительно происхождения обитателей Кавказа, я составил записки, кое-как, я надеюсь, могут оказаться достойными внимательными в прочтении читателям, тем более, что кавказская раса привлекала внимание ученых разных эпох и разных стран. Я постараюсь поправить мнения, ныне распространенные, основанные на утверждении современных путешественников на Кавказе, некоторые из которых гласят, что атодейские племена являются потомками куманских татар, которыми, как другие, с той же уверенностью доказывают, что те произошли от поселения странствующих арабов. Ну, это, кстати, в то время были такие разные легенды на Кавказе, самые какие-то совершенно безумные на этот счет. Что касается первого утверждения, что очевидно, то очевидно, что до завоевания Чингисхана, чрезвычайно могущественный народ, прозванный русскими историками-половцами, занимал все обширные территории между Волгой и Доном, они впервые упомянуты в русской истории приблизительно в середине 10-го столетия. С этого времени и до своего окончательного уничтожения Туми-ханом, сыном Чингисхана, в 1225 году, они вели самую непрерывную и активную войну против России, сжигая села, опустошая земли, выходя аж до врат Москвы. Когда русские поднуждены были приблизительно в ту же эпоху покориться монгольскому игу, дальнейших упоминаний о половцах в истории не стало. Их тождество из тождества половцев русских летописей с куманцами, византийцев и сходство имен, обнаруженных в истории, принадлежащих этому народу, и имен от эгейских племян Кавказа, делалось предположение, что последние являются остатками куманских татар. Но современные исследования доказывают ошибочность такого мнения, ибо сегодня установлено, что половцы или куманцы являлись не более чем подданными черкесских князей, лишь имена которых увековечены в истории. Их территории, названные Кабари и Кабарда, следует необыкновенно любопытной рукописной карте, обнаруженной в императорской библиотеке в Вене, включали в себя территорию куманцев, над которой, по всей вероятности, кабардинские князья установили своего рода номинальное владычество. Ни один из историков, однако, не перечисляет по именам вождей кумании или их края. Они единственное свидетельствуют о храбрости князей и красоте их дочерей, коих, по их словам, добивали джон и король Венгрии, из ангийских государей и царей Московии. Этой чести представительницы татарского племени были лишены и ни во что не ставились их европейскими соседями, ибо общеизвестно было то, что они лишены были женской привлекательности. Что касается того факта, что куманцы были татарской ордой, то никакого в этом сомнения нет, тем более, что это полностью подтверждено несколькими историками и известными путешественниками, в частности, рубруком, монахом, посетившим их край в начале 13-го столетия. Он говорит, что когда путешествовал по обширной степи западной татарии, вся эта равнина до вторжения шатскими татарами и произошедшими из знаменитого вождя под тем же именем, ведшим в свое начало от Исмаиля. Деплана Карпини, посланный папой Иннокентием IV в татарию, ранее визита рубрука, подтверждает это утверждение, заявляя, что куманы и половцы являлись одним и тем же народом и были татарского происхождения. Анна Камнина говорит, что панцан, панцинаки, печенеги, говорили на том же языке, что и куманы являлись того же происхождения, что и татары и считались себя родственниками туркам, туркменам и т.д. Утверждалось и как правило считалось, что куманцы и печенеги, коих так же называли кангарами, будучи изгнанными из их поселений в западной Тартарии, обосновались в Венгрии, где первые дали свое имя области в этой стране названной большой и малой куманией. Поэтому, если венгерские куманы и ательские племена в Черкесии произошли бы из одного общего начала, разве не смогли бы выявить это в их внешности, обычае и особо в языке? Но так как это далеко не так, ни одна из этих частностей не склонна устанавливать подобную идентичность происхождения, так как черкесский язык не похож ни на один и на язык, который известен современным филологам, хотя куманский язык сейчас в Венгрии сохранились рукописью, что неоспоримо доказывает, что тот был татаро-турецким диалектом не только в словах, но и в грамматической конструкции. Глава 2. Указав в предшествующей главе, что тагейские племена Кавказа не являются татарского происхождения, мы теперь перейдем к рассмотрению их предполагаемого арабского происхождения. Согласно Апаласу и иным современным писателям и преданиям, еще сохранившимся в семьях некоторых кабардинских вождей, князья Черкесии выводит свою родословную Аденала, знаменитого вождя, преуспевшего в 15-м столетии и оставившего свое наследство для раздела между пятью его сыновьями. Этот вождь, как утверждалось, был потомком Арабхана, знаменитого арабского правителя, поселившегося с небольшим своим окружением между Пубанью и Анапой на Черном море. В это верилось, покуда более близкое знакомство с преданиями черкесов, вкупе с более точным знанием истории арабов во времена правления в Египте династии черкесских мамлюков, не доказали обратно. Эта власть установилась в стране после исчезновения в 1300 году египетских султанов и сохраняла с 2517 года, когда их вождь Туманбей был при нем турецким султаном Селимом I. Среди этих мамлюкских правителей мы обнаруживаем в 1453 году одного, носившего имя Инал, и, вероятно, являвшегося не сыном, а лишь родственником Арабхана. Этот вождь, не будучи порождением арабов, и в действительности являлся мамлюком. Хан могущественного племени арабов, известного в истории как Арабхан, благодаря собственной храбрости и мужеству своих сторонников, взаимал такое внушительное влияние, что попытался захватить бразды единоличной власти и, вправе всем Египтом, но не достигнув цели, он выжилен был бежать и укрылся с главными своими сторонниками в крови своих предков, где, создав поселение между Кубаней и Анапой на Черном море, построил большой город, следы которого еще заметны на берегах речки Нефир, и выглядят регулярно укрепившимися крепостными валами, рвами и несколькими фортальными не кажущимися маленькими холмами, спускающимися к толпям реки Кубан. Кстати, я отмечу, что действительно городище Шенжир, или Шенжир, оно между вот этими речками, которых уже не осталось нифиг, на Красном острове, недалеко от Славянска, на Кубани, до сих пор, имеются эти рвы, холмы, средневековые городище, которые хорошо изучены. Но к Арабхану нам точно не имеет отношения. Весьма вероятно, что этот Арабхан, благодаря известной своей храбрости и чисто любимому нраву, установил своего рода самодержавную власть над соотечественниками, а так как он оставил после себя сына по имени Инна, потомки последнего были горды сознанием, что такой порславный вождь является их проводителем. С другой стороны, если князья Черкесии вели свое происхождение от некоего араба, жившего в 16 веке, они должны были бы сохранить какую-то часть арабского языка, Таково предположение действительно существовало еще совсем недавно, простекая из того обстоятельства, что вожди и дворяне говорили на абсолютно отличном от остальных людей языке, но будучи весьма не похожим на арабский, он не демонстрировал, являясь широко распространенным диалектом черкесов, схожесть с любым иным ныне известным языком. Русское правительство с достойным похвалы рвением в содействии научным целям и в распространении более точного знания края и обитателей Кокказа, несомненно, в продвижении своих собственных политических взглядов ежегодно снаряжает и отсылает наиболее знающих и хорошо осведомленных путешественников, выделяя на то свои собственные средства. В результате, однако, неукротимой ненависти, что питали атыгейские племена Западного Кавказа к их давним врагам, из-за неприступности к природе края эти усилия были до сих пор безуспешными и в восстановлении дружеских отношений с местными жителями и в обеспечении благословного приема для любого посланного к ним доверенного лица, не способного проникнуть за линию фортов, установленных в воде Кавказа или на побережье Черного моря. А теперь, когда война приняла более кровопролитный характер, весьма очевидно, что этот край долго будет оставаться неисследованным. Со времен частичного покорения осетин, прежде считавшихся племенем татар, поселяющих эту часть северо-восточного Кавказа, через которую Россия проложила свою военную дорогу к Грузии, что привело к более близкому знакомству с языком, обычаями и нравами этого народа, было сделано с большей вероятностью предположение, что они произошли от древних медов. Этот вывод был сделан из их языка, являющегося диалектом индийского, перемешанного с немногими с армадскими словами, такими как дом, что означает река или вода. Это предположение вытекает из разных данных, а также из преданий самих Россетин о том, что они являются потомками индийской колонии, которая, как рассказывал Деодор Секул, была переведена в эту часть древней сарматии, омываемую Доном с китами. Это утверждение было впоследствии подтверждено племенем, когда он описывал берега Дона. Однако, что касается черкесов, вопреки всему, что было написано по этому поводу, их происхождение все еще остается покрытым мраком. То, что они когда-то были могущественным народом, а их язык был распространен не только по всему Катказскому перешейку и в Крыму, но и вдоль берегов Кубани и Дона, подтверждено книгами древнегреческих авторов историка. Это, к тому же, подтверждается тем обстоятельством, что несколько городов, рек и районов все еще сохраняют черкесские названия. Палас, долго живший в Крыму и хорошо знакомый с его историей и географией, высказывал в последний период своей жизни Миминии, что черкесы, являясь исконными жителями полуострова, а из сходства крымских татар с этим народом он делает заключение, что их язык и обычаи с течением времени смешались с языком и обычаями их завоевателей. Будь это огромная крепость на нем находящаяся в равинах, она все еще сохраняет свое черкесское название как обширная степь между веками Белбик и Кача. Древние авторы в особенности византийцев всегда называли жителей Западного Кавказа зихами, греческими именем черкесов и описывали их поселения простирающимися от Пицунды древнего Пита вдоль берегов Черного моря до устья Кубани как раз по той территории, что они ныне занимают, на что Россия высказала свое партизание. Синьор Митриано гневезец, посетивший Павказ в начале XVI века рассказывает нам в своем описании черкесов, что они населяли все побережье Черного моря от Дона до Генерийского Босфора и оттуда до Устья Кубани вдоль морского побережья до Фазы в Менгрелии протяженностью в 500 лет, которыми как территория удаленная от моря была во многих местах достаточно широкой, занимая у путешественника 8 дней дабы преодолеть ее. Он далее констатирует, что их язык полностью отличался от любого разговорного языка соседних народов, а их мужчины характеризовали своими радушием, храбростью и грабительскими привычками, в то время как женщины с своим прилежанием и особой красотой. Тот факт, что черкесы были также известны под именем косаков, мы можем приписать нескольким писателям, заслуживающим безусловное доверие. Под этим именем они все еще остаются известными некоторым их соседям. Константин Торфиро Геннетта в 948 году составивший описание этих стран и их обитателей близ Черного моря помещает область Касахии у Кубани близ Кавказских гор и называет жителей Касак-Зихами или Касак-Черкесами. Ибн-Эль-Барди знаменитый арабский географ 12-го столетия напоминяя о жителях Западного Кавказа тоже явно отождествляет Касахи из Черкесии благодаря присущему здешним женщинам очарованию. Ибо при увеличенном стиле восточной фразеологии он восклицает хвала Аллаху сотворившему столь красивых и совершенных смертных. Воломеревик один из ранних князей Московии тоже кстати вопрос кто это не очень понятно. Упомянутый в русской истории завоевавший остров Тамай видимо Мстислав принял титул Верховного Повелителя Касахи Достойно внимания и то что первоначальным именем дарованным русским казакам было Черкесам но родственны ли нынешние казаки Черкесам это остается исторической проблемой все еще недостаточно решенной как в их собственных преданиях так и в описаниях какого-либо историка Слово Касах в равной степени невразумительно будучи примененным к Черкесам так как хотя Касак на Вероятно Черкесы в любом возрасте ведшие своего рода кочевую полувоенную полуразбольничью жизнь и являвшиеся одновременно личными охранниками египетских и турецких султанов а также крымских ханов были известны окрестным народом под этим именем которое они давали всякому времени ведшему схожий образ жизни и несомненно что донские и кубанские казаки несмотря на то что они говорят на русском языке не являются по происхождению своему русскими и до их черты более красивые и более выразительные а их фигуры обнаруживают мало уступающие их соседям черкесам симметрию и элегантность они также отличаются подобно горцам любовью свободе и независимости что они выказывают верность своим древним установлениям отсюда строго говоря край казаков не может именоваться русской областью так как ее обитатели сохранят свои собственные законы и избирают своего собственного атамана в то же время признавая верховную власть России казаки также отличаются схожими проницательностью быстрой сообразительностью и практичностью обычно присущим азиатам следует однако признать что они очень сильно напоминают сколовину в своем пристрастии и нечем вот тут у него конечно все мифы и легенды того времени в голове посмешались серьезно свойственно для того периода конечно как я кашля 2.3 однако возвращаемся к черкесам и их генеалогии большая и малая каварна считаются частью кавказа где князь говоримин и крестьянин говорят на чистейшем черкесском языке и так как жители отличаются привычными характерными особенностями от идейских времен мужчины неизменным надменным и воинственным видом выразительными чертами лица большой физической силой высоким ростом и симметрой форм а женщины их особой привлекательностью а из этих обстоятельств хищническими ордами или того что горцы когда-либо покорялись чужеземнему игу мы можем сделать вывод что обе части Кабарды с незапамятных времен занимались одним и тем же народом если это так мы имеем еще одно доказательство уже из схожести названий и мест в обеих частях Кабарды и в Крыму что обе территории первоначально были заселены одним и тем же народом или что полуостров в ту или иную эпоху управлялся кабардинским кинезьем тут он как сделать сноску по мнению известного лингвиста Иванокова название Крым полуостров дано в соответствии со структурными особенностями почвы и ландшафта данной территории почва северной части Крыма является слончаковой твердой и малоплодородной такую почву обеих называют формой кайре что означает твердое нерыхлое нерассыпчатое что на русский язык переводится буквально стыд форма Крым образована от Кры при помощи суффикса М в значении то что является твердым но на этот счет я сразу скажу это достаточно такое начало это наблюдение которое не нашло в науке подтверждения никакого также тот факт что здесь он убежден что в Кабарде жили люди всегда хотя там же раньше говорил что переселялись из Крыма а наука сейчас говорит о том что в 14 веке все-таки переселялись из западной Чаркеси Кабарде это однако своеобразный факт относительно которого история и само происхождение великого народа явно господствовавшего или населявшего обширное пространство края простирающейся от Паспийского моря Ведона не выдвигает больших партизанин и лицоверность чем те что имеются в песнях бардов преданиях поэтов и названиях районов мест и рек в то время как почти любой народ даже будучи варварским владеем историческими данными на которые мы сегодня можем положиться а также некоторым описанием его связи с народом ему предшествовавшим дабы достичь какого-либо умозаключения относительно происхождения этого необыкновенного народа мы должны обратиться к истории Амазонов и их победителей в лице юных всадников из скифского племени и признать их в качестве прародителей черкесского народа это предположение несет в себе большую правдоподобность проистекая из того факта что несколько писателей эпохи античности касавшиеся истории Амазон к примеру Метродот Скассий Страбон и особенно Феофан сопровождавший Помпея во время его похода в Албанию и хорошо знакомы с этой страной с общего согласия сошлись во мнении что сборчивые свечи женщин населяют часть Кавказа ныне известной как Кабарда и равнины омываемой Кумой и Тереком древним Нермандалец это утверждение еще сохранилось Депки повествуя Кабардинские Барды жили на берегах Азовского моря островах Таманик и Наиз они часто воевали с амазонитами амазонскими женщинами обитавшими близ горного района что мы сейчас занимаем ни одному мужчине не позволялось жить среди них но всякая женщина какому бы народу она не принадлежала желавшая принять участие в их грабительских предприятиях и признававшая их законы и обычаи встречалась ими самым радушным образом после ряда побед и поражений с обеих сторон две армии оказались друг против друга и в момент решающей схватки Валдуза знаменитая героиня и провинцательница весьма почитаемая среди ее сестер-воительниц устремилась вперед на своем вставшем на льду боевом коне и попросила встречи с Тхалмом командиром черкесов который вероятно тоже был велен пророческим даром в центре между двумя армиями был сооружен шатер и командиры как мужчин как женщин начали свое совещание то что они обсуждали не только относящиеся к войне темы можно предположить по результату так как после многочасового продолжительной встречи они заговорили с таким единодушием мнением что несколько позже заявили своим воинам что боги призвали к прекращению военных действий и в качестве перемирия сами они согласились пожениться в то же время советую своим воинам последовать мудро сочетая это очень приемлемым способом прекращения военных действий не клембис согласились с этим а черкесы обнаружив что край воинственных мест был прочно защищен природой обосновались в нем с тех пор продолжая там жить это предание необыкновенным образом соотносится с повествованием Геродоты касающимся амазонок когда греки воевали с амазонками коих они называли андрохтонами лицами мужчин и разгромили их на берегах Фермадона они похитили три корабля перегруженных их прекрасными пленницами во время путешествия непокорные представительницы прекрасного пола восстали и в полном пренебрежении к предписаниям доброты и человечности зверских всех убили действительно воинственные обрели свою свободу но абсолютно не ведая кораблевождения обдали корабли милости ветров и волн кои в конце концов принесли их в Меотское море Азовское и они сошли на берег в Крэйнессе к краю Скифы следующим актом этих безжалостных девиц стал захват всех коней кои они могли обнаружить разгавление края и нарушение тех жителей которые воспротивились им Скифы обнаружив полную красоту захватчиц созвали совет на котором местными старейшими решено было использовать иное средство обладения именем было решено послать отряд самых красивых юношей в Дабынке расположились лагеря непосредственно к ним близости со стороним приказом обращаться с амазонками с особой благожелательностью и если возможно довоевать недоверие жениться на них по какой-то причине Скифы умудрились оказаться в глазах своих противниц более дружелюбными чем грехи план полностью достиг своей цели так как лагеря ежедневно все более и более сближались друг другом и ултаря гемены был подписан договор о мире каждый Скиф обрел для себя амазонскую невесту и тем самым возник могущественный народ Сармата все древнегреческие писатели этой эпохи подтвердают это сказание в частности Скинос и Схио заявляющие в Скифии на Северном Кавказе обитал с незапамятных времен народ неотов давший свое имя близ расположенному морю Палу Неотис на их непримыкающих к земле что у Тноиса в Азии лежит территория Сармата Народа управляемого женщинами У нас есть также авторитетный источник представлен Геродотом говорящий что существует племя скифов населяющие побережье Палу Неотиса чьи обычаи нравы абсолютно отличаются от обычаев и нравов их соседей Женщины искусны не только как наездницы но и как ученицы они отправляются сражаться со своими врагами следуют законам о принуждающем их оставаться незамызнными пока не посчастливится убить одного из своих врагов в бою Из истории античных авторов и преданий кабардинцев а также из того обстоятельства что обе Кабарды и соседние горы были сконными землями амазонок можно весьма обоснованно предположить что атигейские племена у нее населяющие западный Кавказ являются потомками сарматов отпрысками скифа неотских юношей и их воинственных невест амазонок которые говорят на искаженном диалекте скифского языка который их амазонские жены так и не смогли правильно усвоить а греческие писатели описывая разгром амазонок на берегах Пермадона сообщают нам что они были вдовы на дочерни шайки грабителей чьи покровители были убиты в бою те же авторы сообщают также что пронежали ими чужеземному поселению из дальних краев что возникло на равнинах химискере на побережье Каппадокии что малая Азия вот это скажем так заканчивая главу 3 немножечко поясню что как видите здесь собрано все все вот эти мифы легенды того времени перемешиваются в кучу все данные древней Греции то есть в то время вообще настолько были представления очень поверхностные Кавкази что здесь мы как раз у Спенсера видимо то что есть у Допустим Теофила Лапицкого когда вот все что он знает он в кучу все эти миши намешивает и вот он прям не может начать как бы о перечислении своих каких-то личных впечатлений не рассказав предысторию всех этих легенд ну слава Богу переходим к реальности глава 4 завершив рассмотрение вопроса относящегося к происхождению черкесов мы теперь приступим к анализу коммерческих и политических выгод что могут возникнуть при установлении дружеских сношений между этим народом и Англией сношений кое они со своей стороны страстно желают развивать даже до такой степени чтобы поставить свою страну под правительство Великобритании тут понимаете немножечко реверанс в пользу своих и уяснение того сколько желательными они представляются в настоящий момент когда почти вся Европа приступила к производству своих товаров нам необходимо установить связи с регионами или странами чьи потребности в них обеспечивают занятость и чьи продукты производства могут удовлетворить нужды промышленных государств тут как видим типичное мышление в общем-то путешественника из Европы тех лет которые представляют собой в том числе представителя капитала капитализма в поиск рынка на что и было направлено в основном очень многое в целях таких путешествий поэтому например вот тот же Джеймс Белл он помимо фиксирования обычаев и традиций он также фиксировал внимательно где какие руды расположены где полезные металлы что можно добывать и там описывают это все очень хорошо Черкесия соответствует обоим этим свойствам население производит лишь немногие предметы первой необходимости и украшения которые никоим образом не будут помехой нашим товарам в то же время эта страна чрезмерно богата и будучи почти в первобытном состоянии в отношении минеральных богатств и так далее рискованной целенаправленной предприимчивости может предложить несметные ресурсы необходимо также иметь ввиду что длинная линия черкесского подрежья наделена многочисленными естественными гаврами большинство которых защищено от мистовых ветров и предоставляет хорошие якорные стоятки если бы безжалостная война ныне разоряющая ее долина закончилась мы могли бы заполучить подмен на наши собственные товары изобилие превосходной шерсти жира кожи мехов и так далее всего того за что мы вынуждены платить России и другим странам звонкой монеты кроме всего этого в стране в изобилии имеется всякого рода строевой лес ныне обреченный на гнивение из-за отсутствия рынка сбыта дуб самшит и другие деревья до того как Россия присвоила себе эфиксинское судоходство уже сами по себе были источниками огромной прибыли для турок прибыли частью которой они делились с иностранными спукулянтами в конструктивном опыте Черкесия производит также великолепного качества зерно а ее табак высоко ценится своим ароматом на них турки обменивают соль, порох огнестрельное оружие одежду и ситец вся эта выгодная торговля может быть обеспечена Англией окажется снятой тиранической блокадой с ее морских берегов что можно было бы легко осуществить с помощью быстрых и энергичных мер со стороны нашего правительства даже без необходимости войны ибо Черкесия достаточно сильна чтобы защитить себя сама правда в случае решительной поддержки в виде симпатии и моральной помощи со стороны Англии первым к тому шагом могло бы стать признание независимости Черкесии фактически не более чем простой акт справедливости ожидаемое от одного независимого народа по отношению к другому а затем под нажимым влиянием наших представительств в европейских странах покончить с варварской несправедливой войной позорной для цивилизованной эпохи в которой мы живем с войной столь же варварской и значительно более несправедливой чем та что ведут турки и что истребило население прекрасных равней несчастных Греции столь же разницы кое мы должны признать несмотря на симпатию кое мы естественно чувствуем и обязаны и всегда чувствуем грекам что они подняли вооруженное восстание против законного правителя которые именно как черкесы напротив являются независимым народом храбро сражающимся за жизнь и свободу против государства которое не считается со всяким законом человеческими и божественными стремится лишить их того чем мужественный и свободный народ дорожит более всего дома и родина Россия является государством приписывающим себе репутацию гуманного и уважительно относящегося к правам народа разве она во время войны между Грецией и Турцией не напускала на себя дабы скрыть свои собственные эргистические цели маску христианской филанкопии не проповедовала свой всемирный крестовый поход с помощью своих умных агентов дабы убедить в том не только всю прессу но и ведущие европейские державы исход принадлежит истории Греция объявлена независимой и последний остаток турецкого владычества уничтоженных на Варенском заливе однако не следует считать что делая эти замечания я одобрительно отношусь к туркам или к их варварским бойным Грециям я упомянул этот сюжет в качестве иллюстрации чтобы пролить свет на русские троиски и глупости ослепленных ими простафий так как то же самое государство которое под маской христианской филантропии склонилось за свою сторону Европу мы не уступаем а то и происходит неверных курок в деле грабежа и резни в кавказских провинциях за смущением английской и французской прессы ни один голос не возвысился в защиту этой страны ни одна держава ради человеколюбия не устала увечевать Россию действительно может показаться что вся Европа в настоящий момент управляется одинаково безразличными беспечными и несведущими политиками или явно боящимися что возвысив голос порицания они навлекут на себя недовольцы северного дескота Франция Австрия и Англия не могут в достаточной степени оценить ни угрожающий характер русского оружия на Балтике и Черном море ни скорое исполнение замысла от России в Черкесии обладание которой однажды обеспечит ей реальное владычество в Турции и Персии а затем подобно колоссу одной ногой в Европе и другой в Азии станет диктовать законы для их торговли и правит в их государственных советах весьма отличная линия поведения избрана была по отношению атаманской порты уже до такой степени ослабевшей и пришедшей в столь большой упадок как если бы один этот факт мог вызвать ее особую враждебность во время борьбы со своими взбунтовавшимися подданными грецами тогда Европа от одного края до другого огласилась эхом по поводу ее мнимых и действительных зверств но у Турции не было ни талантливых послов способных умаслить и вести в заблуждение ни искусных принцесс дабы отправить их плести интриги при кожелевских дворах ни ярких крестов и украшенных драгоценностями орденов могучих быть пожертвованным тем кто мог подвигать ее интересы и содействовать ее шагам ни блестящего двора чтобы ослепить блеском и преувеличить свои достоинства короче говоря в своей вере в своих нравах и обычаях она была чужой среди стран призом могучим быть поделенным между теми чья алчность могла ослепить и скрыть будущую выгоду содействия ее преддомеренным уничтожением но как я предтем уже отметил с Россией дело обстояло иначе эта мнимая защитница тронов и общественная порядка может грабить убивать лишать свободы конфисковывать нападать и обижать безнаказанным даже в нашей собственной стране мы видим с сожалением и удивлением представителя самой свободной в мире нации признанного руководителя восхваляющим действиями политику монарха который каким бы милым ни был в нашей частной жизни в своем официальном качестве властелина русской империи поставлен в положение вынуждающие его ходом событий и волей своего народа стремиться уничтожить нас Англия этот камень преткновения ее планом расширения своего могущества вызывает ненависть в России так как она знает что Англия питает отвращение к деспотизму и что ее благородные сыновья единственные среди народов мужественно обнародуют всему миру ее преступления для них украшенные драгоценностями ординальности и речи среди не более чем по брекушкам женщин и пустым комплиментам такая длинная длинная такая тирада прям такая типичная английская по поводу старого доброго противостояния Англии и России но тут надо стоить себя как бы для себя галочку ставить что Спенсер все-таки такой яркий представитель Англии патриот своей страны который естественно очень много и тут конечно перегибает но я сожалею что мы вынуждены сказать что на то и мы не можем закончить наши корица не типичные для англичан но то добавивающие государственным деятельным политикой что в последнее время проводилось некоторыми нашими травителями та лживая лживая лесть в длину которой оказался наш представитель в Санкт-Петербурге похоже перекочевала на нашу собственную землю и столь сильно пленил советник его советников его величества что мы с болью видим что осуждение русской агрессии премьер-министром должно было бы звучать в сто раз сильнее присутствует пленок британского совета ибо он знает сколько унижена и скраблена его страна что захвачено в открытом море торговые суда поставлю галочку когда блокаду устроили побережье на Черноморье когда в 1929 году она отошла к Российской империи то некоторые суда английские нарушали этот режим считались контрабандистскими и при их захвате их конфисковывали в пользу Российской империи а тех людей которые там находились просто переправляли в Аспанку империю и это вот как раз он напоминает про эти случаи а ее предпринимающие граждане пользуясь своими правами торговцев арестовываются как преступники бросаются в темницы защищает эту агрессию в парламенте объявляет своих сограждан контрабандистами провозглашает несчастных жителей страны-мятежниками страны которые он обязан был морально поддержать если необходимо защищать таким образом он предоставил России весь авторитет влияние и поддержку Великобритании поощривая в захвате и конфискации под любым хоть и необоснованным предлогом наших судов и открыто даровал и карб-бланш достижение ее планов усиления на Востоке в других местах разве мы не должны объявить это заявление неуместным дарующим больше выгодных результатов амбициозным проектам русского самодержавца чем могла бы достичь самая блестательная победа его армии это заявление прозвучит похоронным звоном в ушах сынов несчастной Польши изумит и озадачит самоуверенного турка и разрушит надежды черкеса это содействие русским интересом является новой чертой в политике нашего правительства коалиции с деспотизмом с той же противоестественной сколь неразумной что я постараюсь в дальнейшем доказать и хотя такая политика может способствовать поддержке находящихся на посту министров и юридичества она предвещает для страны скорее зло чем на бро и должна логично восприниматься народом с недоверием у нас есть очевидный опыт дабы доказать что Россия всегда шла во унижение лишь в надежде на будущее для себя выгодны и ее союз с нынешним правительством англичие министры постоянно набрасывались на нее самыми дробными словами что можно найти в языке показал что цель ей и ныне вынашиваемая имеет необыкновенное для нее значение поэтому очевидно что если не будут трюнки незаметительные и решительные меры противодействия усилению русского влияния на наш кабинет мы вновь окажемся в сотый раз пособниками продвижения интересов нашего самого коварного врага я хотел бы спросить у моих читателей какое единодушное какое единодушное мнение какая взаимная дружба может существовать между двумя державами столь диаметрально противостоящих друг другу в политике в форме управления и общественных институтах как Англия и Россия мы видим как их интересы сталкиваются в каждой части мира как обе могущественные империи относятся с ревностью к влиянию и с недоверием к планам друг друга если одна из них превосходит в политической силе то доминирующее положение другое устанавливается и подкрепляется богатством и интеллектом Конституционная Англия руководимая и управляемой институтами основанными на рациональной свободе обращается к разуму человека и стремится с помощью аргумента и открытой демонстрации своих действий добиться его согласия с мерами к ее предполагаемым ее целью является влияние на человеческое сознание покуда оно не примет с помощью убеждения мнения что оно стремится внушить а таким образом она добивается цели не имея повода прибегать к методам принуждения с другой стороны Россия как и всякая иная диспатическая держава с безответственным правителем безконтрольной аристократией безголосой демократии в вопросе о праве распоряжаться своими жизнями и собственностью не имеет по причине своей системы управления морального влияния на умы просвещенных жителей Европы и на тех интеллектуальных и образованных с числа ее собственных подданных которые оказавшись сами униженными и оскорбленными будут всегда пытаться сверхнеправительствами не имея ли в достижении этого ничего иного кроме грубой силы одним словом где бы не развивался человеческий разум он естественным образом становится союзником свободы и лишь сохраняя свою неизменчивость что весьма сложно гарантирует диспатизм может надеяться спокойной царствой однако даже самые хитрые планы подтвердят в этом неудачу и самым простым основанием тому что природа изменений присущи всему являются человеческие моральные и физические начала даже если нет интеллектуальной силы дабы побудить человека двигаться вперед в его стремлении к лучшему правое судоходство и торговля совершат это в должное время именно они являются самыми опасными врагами коих должен страшиться диспатизм едва ли приходится говорить что державы руководствующиеся в каждом действии с тем противоположными принципами как Англия и Россия должны быть враждены друг к другу Англия не может двигаться назад диспатизм не может жить и еще менее процветать на земле столь давно знакома с благами свободы где каждый институт общественный и частный неразрывно связан с рациональной свободой чьи сыновья показали миру что народ может быть свободен не погружаясь в анархию не создавая революционного хаоса благодаря либеральным институтам и упорядоченной системе которую она организовала Англия будучи чуждой всему что напоминает тирамию и произвол поддерживает свои законы и содействует процветанию цивилизованности своего народа соседние страны взирают на нему с не лишенным зависти и восхищением и всегда стремились и будут стремиться по мере продвижения к цивилизованности интеллектуальности освободить себя от рабства и установить схожую форму правления склонную возгласить человека до того положения независимости до какого природа предназначила его как существо разумное по этой причине должно быть очевидно что Англия благодаря природе закона в коеме она руководствуется стала независима от своей воли естественной властительницы конституционной свободы на всем мире великим оплотом борьбы против деспотизма это ее положение которое если бы ее правители были бы достаточно более прозорливыми не делило бы ее влиянием более внушительным и более широким чем когда-либо принадлежавшим любой иной стране так как речь идет о господстве правды и разума господство я позволю себе даже сказать абсолютное господство коим она обладает над судьями народов должно быть очевидным когда мы вспомним что жители Европы не разделились на две большие части конституционалистов и абсолютистов допустив это мы можем не боясь противоречия предположить что следующее всеобщая война когда гребедные соображения от них прикрытили играть свою первостепенную роль будет проистекать из противостояния начал свободы деспотизма именно страх перед этой законной войной не дает покоя деспотичным державам именно он сохранял мир во время разных бурных перемен в шиминальной мере места революции на Франции Бельгии Испании и других местах все из которых в большей или меньшей степени губительны интересы деспотичного управления именно с помощью этого страха Великобритания и себе ее государственные советы возглавились одаренным человеком оказывало бы свое влияние и вселяло бы ужас с правительством своих соперниц так как она слишком хорошо а не слишком хорошо знают что разрыв с ней ускорит если не породит грозный революционный взрыв под лозунгом свободы или смерть это было суждение высказанное бессмертным Каннингом на состоянии Европы в его знаменитом обращении относительно юно-американских штатов обращение подрясшим трон каждой деспотичной монархии в Европе и сколь легким было бы для этого великолепного государственного мужа если бы он еще выгоден для достижения успеха скроет мер рожать в пламя в последствиях леющих угольках конституционной свободы во время его энергичного управления Англия воспринималась соседними странами с уважением и почтением не столько из-за ее большой военной славы победительницы Наполеона не столько из-за богатства и ресурсов а из-за принципов что она исповедовала она вызывалась страхом деспотизма и воспринималась теми кто был гоним за дело свободы как палагин их надежд как пристанчивого времена когда она им потребуется чья моральная поддержка хранила надежду и внушала страх выходных метателей но увы это влияние более не существует оно лежит погребенным в могиле Польши скипетер державы который нам вечно оплакивал государственный муж что успешно держал в руках и который столь долго влиял на Европу и Азию в наших глазах сегодня любит на куски а почти неосколько нам тогда относились как к народу обратилась в нескрываемое презрение если слабая робкая нерешительная политика превратила Великобританию презираемого в Европе она еще более унизила ее в Азии как стало момента когда русские войска двинулись на помощь беспомощному троицкому султану к чему мы можем добавить и вечный позор полученный в Афексине очарование столь долго придававшее силу нашим правительствам не теряло свою действенность и воздействие это чувство весьма вероятно будет распространяться от города к городу от страны к стране покуда наконец не достигнет праздных обитателей наших обширных территорий в Азии не воодушевитых к мятежу не разорвет тонкую нить связывающих с нашими дверьми ну что я скажу тут мы увидели вновь большую главу с восхвалениями Англии с рассуждениями об Англии то есть такое предисловие долгое опять в котором он как бы да немножко отошел в сторону и начал размышлять вообще о своем но вот здесь сейчас он будет переходить к тому как собственно он считает как бы сказать оценивает те политические решения которые были приняты после последней русско-турецкой войны о правах россии в общей побережье Черного моря после долгого отступления по поводу вторжения в Индии и его последствий мы возвращаем мы возвращаемся к теме западного Кавказа скажем несколько слов о притязаниях россии на эту территорию в качестве первого шага я хотел бы обратить внимание читательное описание моего путешествия вокруг Черного моря в моей последней работе рассказывая о его подробностях я уже показал что происходящим в Западном Кавказе является борьбой свободного независимого народа против иностранной державы решившей реализовать свое необоснованное припязание силы и оружия будет видно что вдоль всей линии черкесского нет ни одного русского поселения или с таможней или с любым иным учреждением указывающим на то что местные жители которые издавна находились под властью России или Турции так как не стоит забывать что если черкесы являются на то претендует Россия восставшими подданными несомненно должны сохраняться следы ее прежнего правления в то время как все выглядит далеко не так ибо немногие жалкие форты из грязи и частаковых построены за исключением монаты в течение этих последних лет чему мы можем добавить что ни один русский солдат не смеет появляться за пределами досягаемости своих пушек даже дабы набрать воды делая это не иначе как в сопроводении целой артиллерии обнаружив что она не способна покорить их воинственный народ частыми вторжениями ненавшими собрагоне смерть в их убежище в горах и желая скрыть это чудовищное политическое преступление цивилизованной Европы все побережье отсутствие Кубани до фазы в Менгрелии было ею строго блокировано но вопреки тому что в каждой бухте и в каждом заливе развивалось русское знамя вопреки тому что черкесцы почти ежедневно были свидетелями пленения или уничтожения своих маленьких лодок и парусных судов своих соседей туров погладаемых или алчностью или симпатией и рискующих на отважную попытку скользнуть от русских трейсеров они все еще отказываются покоряться даже лишенные всякой помощи финансы моральные гривовенные решенные получения всего самого ожидаемо необходимого они успешно продолжали неравную борьбу разгромили самые обученные войска своих захватчиков и принесли свое победное оружие на самую территорию своих умникателей сопротивление с учетом значительности сил против них противостоящих и их собственных ограниченных ресурсов будучи очень часто из-за нехватки боеприпасов вынуждены прибегать к луку и мечу беспримерное в анналах любого народа не обязаны ли мы поэтому признать что этот народ ведь своими почти сверхчеловеческими усилиями явился главным препятствием русским устремлением на востоке защищая независимость своей страны могущей быть названным ключом в Персии Турции и Индии или таким образом оказались неоценимы услуги Был бы получилось исторический как irit В место и время я бы мог подробно изложить страшный список преступлений и трить зверство-продажность, что совершали ее представители, стараясь добиться от этого бесхитростного народа позволения создать торговые поселения на его побережье. Андреанопольский договор, печально всем известный, был заключен обманом и навязан острием штыка. Он даже не упоминает Черкесию. Мы видим, как в четвертой статье этого договора Турция вынуждена признать право России на Грузию, Меретью, Гуель, Гурию и несколько других провинций Кавказа. Право, проистекающее из того обстоятельства, что они многие годы были уже присоединены к Русской империи. По тому же договору Турция должна была установить пограничную линию в строгом соответствии с пожеланиями победителя и передать ему все побережье Черного моря от устья Кубани, Близонаты, до форта Святого Николая на южной оконечности Гурии. Это равносильно тому, что сказать я, Турция, передаю все права, что я могу иметь на Черкесию и обещаю, что не буду препятствовать тебе и России в своих попытках покорить ее таким же образом, как если бы Папа Римский в качестве духовного главы католиков подарит своих верных подданных в Ирландии своему самому католическому монарху Дону Карлосу. Ибо Константинопольский султан не имеет иной власти в Черкесии, кроме той, что проистекает из того факта, что он является церковным лидером Маггабетанской религии. Так как касательно черкесской территории Турция никогда не владела ни пятью земли в этой стране за заключение двух изоированных фортов Анатой и Сухум-Кале, Суджук-Кале был уже давно разрушенным, и ими она пользовалась с молчаливого согласия коренных жителей в качестве торговых складов. Истинные намерения России станут сразу же очевидными из внимательного прочтения этого лодка, составленного в документах, которым она определенно определилась в самый двусмысленный характер, будучи полностью осведомленной, что несколько иных в провинции Кавказа были почти неизвестны европейцам, где по крайней мере в последнем мире о них самые смутные представления. Если бы она признала в это время формальное право Турции на Черкесию, это возбудило бы зависть европейских держав и было бы воспринято ими как выпиющее нарушение ее собственных договоров, в котором предусматривалось, что она не будет стремиться к какому-нибудь превращению территории или поиску каких-либо торговых преимуществ, предоставленных черноморской навигацией, недоступных для любой другой страны. Но не успела ревность Европы оказаться убаюканной, как мы сразу же стали свидетелями насильственного захвата Черкесии, открытой блокадой морских берегов и обвинения жителей в качестве мятежников, выступивших против ее власти под тем предлогом, что та происходит из права владения Черкесией по договорам, заключенных в блестательной порте. Однако, несмотря на все ее старания успокоить подозрения ослабить бдительных дипломатов, этот документ, не будь иного доказательства, несомненно свидетельствует о том, что Черкесы, являясь независимым народом, вымикая на надлежащие средства противопоставления непреодолимых препятствий набега на грабежа, что до сих пор совершали соседние племена. Поэтому, если эти соседние племена Черкесии были турецкими или русскими подданными, то как они могли столь часто ставить под угрозу согласие и добрые отношения между людьми и империем? Очевидно, что султан не понимал цели этого документа, иначе он никогда бы не был столь несправедливым, пытаясь передать территорию, над которой он не имел власти, кроме той, что обладает духовная глава ее обитателя. Действительно, я имею в виду все основания считать из информации, полученной мной от моих друзей в Константинополе, а также из последующего поведения султана относительно Черкесии, что он чувствовал всю тяжесть серьезной ответственности кое-себе подверг, передав право на Приморский край, которым, как он сам знал, никакой образом не управлял. Осознание им этого и верениться несчастье, что он по незнанию навлек на страну, которую ему выгодно было защищать, и с народом которой он был связан с самыми тесными узами колонного родства, часто вызывали у него самые неистовые вспышки негодования. Но, обнаружив истинную степень в личности, примененную к нему в Санкт-Петербургском двором, он якобы неоднократно угрожал, что если русское правительство не согласится анализировать часть договора, касающиеся побережья Черного моря, то он объявит Европе, что Черкесия была независимой. Следовательно, должно быть очевидным, коль послы ведущих европейских держав, преследуя противоположной России интерес, воспользовались волнением, происшедшим в это время в Константинополе, когда и султан, и люди были столь сильно разгренены на врага, больно часто их обманывавшего и побеждавшего, что Черкесия может быть спасена от всех ужасов кровавой войны и может быть создан барьер против любых последующих вторжений России на Востоке, в то время как Англия может избежать унижения лицезреть, как схрапляет ее флаг. Известная жертва русских интриг, обнаружив, что не встречает понимания европейских держав и осознав слабое состояние своей империи и свои весьма ограниченные возможности, вынуждена была подчиниться властным исчезаниям своего могущественного врага. Однако, отдавая должное султану, следует заметить, что если он и не оказывает им более существенной помощи, все же продолжает содействовать им своими советами. Дары и почести были щедро наказаны известному вождю Сибербея, полномочному посланцу объединенных черкесских князей в атаманской порте. В добавок к этому, каждый класс, люди всех возрастов и пола демонстрировали самый живой интерес к делу черкесов и праздновали их победу с нескрываемым удовлетворением. В ответ на эти откровенные демонстрации симпатии со стороны султана и его народа, правительство Санкт-Петербурга незамедлительно подняло тревогу. Его представителю Бутинёву были переданы указания заявить турецкому правительству, что или он, или неприятный Россию Сибербии должны покинуть Константинополь. Как-то можно предположить, протест царя, подкрепленный миллионами штуков, перевесили, и его несчастный чужестранец был препровожден в Глубь Румелии. Таким образом, атаманская порта со своим униженным монархом вынуждена податливо соглашаться с каждым требованием России, будь оно справедливым или наоборот. Тем образом, она вынуждена была отказать обиженному народу в компенсации за неумышленную ошибку, совершенную из-за незнания точных географических границ страны, о которых идет в договоре речь. Порта распорядилась территорией, которой ей не принадлежало ни для юра, ни для факта. Чет, однако, была бы всякая попытка Санкт-Петербургского двора погасить жгучее желание мести, что было в любви турецкого монарха и его народа, и что, подобно затаившемуся вулкану, вновь появится при первом же благоприятном случае. После всего этого, что уже сказано относительно прав России на воде на Черкесии, было бы бесполезно приступать к какому-нибудь дальнейшему обсуждению этого вопроса. Я, однако, отослал бы тех из моих читателей, кто может быть заинтересован в более детальной оценке агрессивной политики России на Кавказе, к такой интересной работе как продвижение России на Востоке за 1836 год. Даже допуская, что не существовало какого-либо основания для признания именисимости Черкесии, сам факт, что жители самостоятельно оказывали запротивление всей мощи России после Адрианопольского мира, заключенного в 1929 году, был бы достаточным для этой цели. Следуя оценкам всех знатоков государственных законов, допускающих, исходя из семи лет военных действий, что если не существует определенного и твердо установленного времени неизбежного окончания войны между угнетенным и угнетателем, война и кровопролитие никогда не прекратят волновать народа. В любом случае, мы должны рассматривать попытки России покорить Кавказ как поход силы против права и всецело противоречия законами цивилизованных стран. А что касается претензий на верховную власть и наследованную административной порты, то это одно из выпиющих измышлений, когда-либо сочиненных, которое должно навлечь несмываемый позор на русское правительство, позор, который история, несомненно, всегда сохранит для последующих поколений. Действительно, будь я склонен подложить эту тему, мне трудно было бы, следуя государственному праву и предписанием строгой законности, оспорить ее право даже на провинции, коими она уже владеет на побережье Черного моря, Крым, Ингрелию, Ингретью и Гурьеве, все из которых были обретены с помощью самых законченных и упорных козней. Но, допуская, что она может продвинуть подобие претензий на эту территорию, она не способна даже доказать минимое претензии на Черкесию, так как, следуя моим прежним высказыванием, два поселения, коими Турция владела на чешкесском побережье, являлись разве что торговыми складами. Ни один турок или иной торговец не отваживался проникнуть вглубь края, если не был защищен кунаком, черкесским вождем. А так как черкесы не платили никакой дани, не признавали своей вассальной зависимости от порта, эта держава вынуждена была тратить ежегодно огромные суммы с целью поддержания русских отношений с горцами, с этими отважными воинами, коих она считала наилучшей защитой от дальнейшего усиления России. Нужно помнить, что помимо того, во всех кораблических походах черкеса на русские территории и военных действиях этой державы против Черкесии в течение последних 50 лет, ни та, ни другая держава не увещевали друг друга, что было бы невозможно быть черкесов за самыми блистательными портами. Едва ли человечность была бы оскорблена повествованием о зверствах, совершенных русским генералом-деспотом Гермоновым по отношению к непобедимым сынам Кавказа, если бы моральным долгом, а не крестолюбием всякого правительства, даже не цивилизованного, было бы спасение своих подлинных и убедимого меча-захватчиков. Вновь мы должны лишь обратиться к договорам России с Таманской портой, поездкам русских агентов господ Дуденштета, Павлоса и Клапрота распоряжением правительства Санкт-Петербурга своим генералом на Кавказе и все перечисленное склонно подтвердить, что жители были независимы как от турецкой, так и русской власти. Клапрот, посетивший Кавказ в 1807 году, в среду русского правительства в выборе наиболее практичного метода покорения Черкесии в 22 главе своих поездок, говорит, абсолютно необходимо, чтобы правительство русское ради безопасности провинции Менгрелия, Меретии и Гурии, а также территории черноморских казаков, захватило все черноморские побережья Атаната до Поти в Менгрелии. Целесообразно, также, приложить усилия в налаживании добрых отношений с князьями и старейшинами абазинских племен на побережье Черного моря, по причине огромного влияния, что они имеют на своих соседей и укрепленности местности, что они населяют. Чтобы снискать их дружбу, ничто не является более настоятельным, как ежегодно одаривание небольшим количеством воздухов соли, продуктов, коего они полностью лишены и столь необходимым им для сохранения их статуи табунов. Правительство должно также пытаться расположить себе, по крайней мере, по одному князю или вожду каждого времени. Это, вероятно, может быть достигнуто с помощью действий и подкупа. Кстати, абазинцами, он здесь называет, прибережных черкесов. Это как раз то, о чем я говорил неоднократно, за что на меня ругались абазинские мои подписчики. Я говорю, что до 1820-30-х годов на побережье абазинцами часто называли просто жителей гур. Без черкесов и абаза, и абхазов, то есть всех подряд. То есть как и жителей гур в целом, а не только самих абазинцами посредственных. Черноморским казакам на другой стороне Кубани будет строго запрещено продавать соль черкесам, лишь правительство будет владеть ее и продавать тем князям и старейшим племенам, которые подчинились ее власти. События доказали, что, сколько будет заговорочно, этот совет был исполнен. Во-четвертых, говоря о новой Владикавказской военной дороге, ведущей от русских территорий через Кавказ в Грузию, он говорит, если эта крепость, Владикавказ, давшая название этой военной дороге, станет в этом месте ключом к Кавказу и будет лучше контролироваться, она станет очень важным городом. Действительно, существует только одно средство обеспечения безопасности на этой стороне Терека. Постараться всеми возможными способами расставать торговую связь между жителями Кавказа и турками. Для достижения этой цели может быть принят следующий план. Установить военный кордон вдоль Кубани, придут внедременные до каменного моста через эту реку. Возвитетные форты, кои можно будет сдержать безлезнежных затрат, если они будут также служить в качестве хранилищ соли, племена, живущие близ Кубани, смогут покупать этот товар по цене 1 рубль 60 копеек за путь. С помощью этого кордона, в случае эффективной охраны, все сообщение между кавординцами и черкесскими племенами, живущими по соседству с Черным морем, будет полностью прервано и в то время, как первые боли не смогут получить и хранить награбленное на линии добро. Им также придется преодолевать больше трудностей во время огранизации набегов на русскую территорию, когда в это же время будет невозможен для них подправлять своих русских пленников на побережье Черного моря, дай вы передать их контерейским прокурсам. Конец цитаты по квадрату. И наконец-то наш друг Эдмир Спенсер, спустя шестую главу мы начинаем, наконец-то он доехал до Черкесии и начинает, значит, свой рассказ. Уже непосредственно о том, чем он видел. Глава шестая. Глава шестая. Глава шестая. Глава шестая. И как ее называют татары? Шавкечек. Большой реки, истоки которой находятся в той части высоких гор, что расположены в близвозвышенности Шагали. И называются Снежными Герами. Тут я немножко поясню, в данном случае он имеет в виду речку Шагуаши, ту, которая сегодня известна как река Белая в Краснодарском крае. Он вглубь сразу отправился и пошел путешествовать в Верховье Лаганат, кидал по Белой реке Артемиргольский Владимир. Левый берег, высокий и каменистый, с немногими исключениями, почти непреодолим даже для неустрашимого Черкеса и его твердо стоящего на ногах боевого коня. В то время как правый берег, будучи менее обрывистым, представлял собой промежутками красивую неровность поверхности, тем не менее из-за извилистого течения реки по этой местности и частых преград в виде выступающих скал и узкой долины, мы вынуждены были несколько раз переходить ее вброд. На себе я ощущаю ее прохладную свежесть, столь приятную во время осенней повестки в горах. Воды Шавкласса чисты, течение реки большей части быстро и изолирует рыбой. И повсюду вдоль берегов расположены прекрасные висистые деревья, среди которых дуб и валона, как бы поднимая свои гордые головы почти до высоты величественных холмов. Эта река и лоба относятся к главным в числе второразрядных рек на Западном Кавказе. В ней впадают несколько притоков и завершив свое течение по территории, вообще говоря, весьма благоприятным для земледелия и содержания скота на пазвищах, она впадает в Кубань почти напротив русского редута Пластимивурский. Пластмировский, наверное. Русским никогда не удавалось проникнуть в этом направлении далее села Нимбулатия, расположенного в каких-то 20 верстах от Кубани, которые они в прошлом году сожгли. Мы встретили отряд численностью где-то в 500 этих тубов и убыхов, спустившихся со своих тверды, дабы помочь своим братьям-кимербуевцам, вождя которых они признали во время войны своим лидерам в приближающемся сражении. Все они были пешими, вечно привычными для черкесов, из-за неприступной природы их горного местоживительства, делающие весьма рискованным передвижение танканей. Или, если я могу доверять полученным мною сведениям, то и любых иных животных, исключая козлов и этих, уподобившихся сердам людей. Почти все они были исполинского роста, а выражение их лиц скорее приятным, чем иным, за исключением доходящих до дикости свирепости, в немалой степени увеличенный их головным убором, состоящим из тюрбана из белых в чине попах, шерсть которой, будучи непривычно длинной, закрывала их лица и плечи. Они были одеты в традиционные туники черкесов, поверх их носили чауку, черную накидку, сделанную из заплетенной в месте козьей и бараньей шерсти, что еще более усиливало свирепость их внешности. Для ног их единственные обуви были сандалии из недубленной кожи или корылипы, ну то есть, видим, кожаная обувь и бурка еще сверху. Каждый мужчина был хорошо вооружен, от кинжала и топорика на его поясе до ружья через его плечо. В дополнение к этому, каждый из них носил булаву, что могла бы служить дырку лесу, по меньшей мере она была в вполне достаточных размерах и весах, дабы свалить быка, и будучи сучковатой, с одного конца была снабжена стальной зазубриной длиной в один фут. Этот увесистый дотик во время их поездок помогал им перепрыгивать через реки и с одной ответственностью на другую, а также служил в качестве опоры для их ружей ради лучшего прицеливания, ну и во время развлечения как забавы для метания помешения, в чем ловкость они демонстрировали с самой пугающей точностью. Они высказывали крайнее нетерпение в том, что их повели против врага, ненавистных русов, именно языки от идейских имен, но на русских. Я должен признаться, что когда я пристально созерцал этих полу диких горцев, то думал, что сама их внешность была достаточной, да можно пугать армию русских солдат. Мы повстречали также других свирепого вида горцев, двигающихся в походном порядке к лагерю Кемерговского вождя из верхних районов Черкесных, Черных гор. Эти горцы, их соседними прозваны каракалканами, по причине того, что на поле брани используют черные щиты. Их одежда и оружие были схожи с одеждой и оружием тубов, за исключением того, что каждый из них имел щит, сделанный из дерева и покрытый из шкуры буйвола. Этот щит был скреплен полосками из железа и бетисового дерева. Имея мало патронов, многие из них вооружены были кроме ружьев луками и стрелами. Следующая зарисовка представит читателю представление о костюме этих людей и внешнем виде их оружия. Жители этой части горной местности в провинции Тимиргой, и как они произносят это название в своем собственном языке, Кемиркуахе, укрепляют свои села с большей тщательностью. Однако, какими природными и пригодными эти укрепления не были против нападения их хищных и отечественников, вооруженных меж ружьями и луками и стрелами, они не смогут выдержать даже незначительный удар европейской галбицы. Эти примитивные укрепления состоят из двойного частокола приблизительно 7 футов высоты, стоящего друг от друга на 4 фута. Между ними находится земляное укрепление, заполняющее промежуточное пространство, за исключением тех мест, что оставлены для образу. Частокол, образующий внутреннее ограждение, обычно покрыт соломой или тростником, и внутри мы обнаруживаем хлеб для скота и навесы для земляческих орудий. Единственное приготовление для обороны, предпринятое этим бесхитростым народом, состоят из строительства бойниц, из которых они стреляют по врагу, и из самых примитивных сторожевых башен. Подобно тем, что есть у кузаков, хотя они представляют собой не более чем 4 столба, забитые в землю. Их высота в 20 футов позволяет черкесу издали заменить врага и зажечь факел, дабы предупредить их в опасности своих соплеменников. Вход в огороженное место очень узкий и забаррикадирован легами и бревнами. Взамеделье оказалось почти полностью запущенным в этой части Западного Кавказа, за исключением засевания небольшого количества вичменя и проса, излюбленных хлебных злаков у этого народа. В то же время земля была в большинстве не столь богата, что почти не требовала какой-либо обработки. Когда они выбирают участок земли, намеренно вспахали, просто поджигают высокую траву и кустарники, что одновременно служит легким способом на птицкой земле и ее удобрении. Вскоре они получают богатый урожай. После того, как тот собран, земля часто на год и едва оставляется под тарами, после чего они вновь повторяют тот же процесс. Различные землянические операции производятся с помощью рогатого скота. Так как мыллы и ослы употребляются как тягловые животные, при этом черкесы считают унижающим достоинство коня утомлять его более тяжелым грузом, чем седло. На солнечных склонах холмов встречается и виноград. Вполне мог бы давать превосходное вино, не обретая, но неприятный запах гордюков, внутри которых и хранится. Все черкесские племена имеют общую страсть к разведению пчел, так как к этому насекомому они относятся самым суверенным благословением. И ни одна, даже бедная семья не лишена нескольких ульев. Медовый напиток у них один из самых излюбленных, а мед – продукт первой необходимости на кухню. Действительно, популярность пчел является таковой, что черкесская семья считает себя счастливой сравненно числу ульев. Пойме владеет и рассматривает умножение этих насекомых в качестве предвестника преуспевания. Семирговские племена по числу своих отар и стад могут быть названы в сравнении со своими собратьями на Черном море людьми богатыми, а в привычках своих являются совершенно посушескими. И в самом деле они вполне счастливы на той земле, коей владеют, дожди вспомнить ее гористый характер. Огромное число деревьев украшает склоны и холмов, плато гора образует превосходную пахтича, а на берегах многочисленных ручьев и рек мы обнаруживаем прекрасную луга, кою можно сделать еще более богатыми и обширными, если бы шире было внесено и внедрено орошение. Они странствуют со своими стадами и отарами в долину в долину, с одной возвышенности на другую. Это проистекает не из необходимости поиска пастбищ, а из-за постоянных опасений появления казаков и русских. Продолжение, они всегда готовы при первом же уведомлении, но вместе со своими стадами и отарами уйти прочь. Где бы то ни было, природа края такова, что делает перевозку пушки, единственное оружие, которое устрашаются черкесы, невозможным. Посему они живут неизменно в селах, проводя свое время между войной, охотой и пастушескими заботами. Так как они умерены в своем образе жизни, молочный скот и пчелы снабляют их самыми лучшими продуктами, а хлеб их насущных состоит из маленьких ячменных лепешек, выпекаемых на горячем камне и нежелезной бочечке, будучи покрытыми горячей залой. Кроме рек, речушек, повсюду в крае взобилие крошечные рычаги и источники, дарующие возможность сооружения водяных мельниц. В результате мы обнаруживаем, что каждой гермушке, каждому дому принадлежит одна мельница, которая, будучи простой конструкцией, вполне приспособлена к требуемой цели. Жерновой камень приводится в движение маленьким горизонтальным колесом, на которое по стволу выглубленного дерева извергается вода. Сусек в форме воронки, изготовленной из коры какого-то дерева, подвешен с помощью ивовых веток, а остроконечный камень, двигающийся в полосы другого, исполняет функцию железного штыря для колесного вала. Эти мельницы или дробилки, подобно всему остальному, с тем же полезным и ценным в этом злосчастном крае, сконструированы таким образом, чтобы можно было их унести с собой. Следовательно, когда враги вторгаются в этот край, то обнаруживают перед собой пустынное место, без продукта, ни себя, ни самого незначительного фуража. Разве только что, что они способны в небольшом количестве собрать для своего скота в горах. Часто даже села оказываются в огне, ибо таков установившийся для всех жителей порядок, придавать их огню, когда они отступают в более недоступные места. Можем ли мы поэтому удивляться с прямоносной ненавистью, что эти люди питают русским, начавшим свое с ними сношение, факт, признанный в писаниях их собственных агентов, как и подпалась к лапрот Тверби? Под Москвой предложены защиты, дружеской торговой и желанием днести данных цивилизаторских истинных христианств, вместо чего коварный московик мало-помало захватывал черкесскую территорию, покуда несчастные местные жители не оказывались ни не заперты в своих тесных горных твердынях, а самые красивые юноши края, похищенные, могли бы пополнить войска самодержцев в Санкт-Петербурге и узумить мир своей ловкостью и искусством верховой езды и метания ножей. Богатые и волнообразные пастбища, спускающиеся до болот близ Кубани, стали для горцев абсолютно бесполезными, за исключением одного или двух месяцев зимой, из-за той легкости, что эта часть их территории предоставляет противнику, дабы напасть на них с артиллерией. Это некогда изобилие луга ныне превратились в не более чем пустыню, выпитавящих диких кабанов и пеликанов, в то время как сами русские не способны заследить их по причине непреключающейся ворождец местными жителями. Да, вот это уже ближе к рецепту истинно пошло. Луга сильная. Покинув шаг к васу, напоминаю, что это речка Белая, мы избрали юго-западное направление Канады и Суджук-Кален. В ходе наших поездок мы преодолели несколько второстепенных рек и речушек, все из которых в это время были, по крайней мере, в некоторых местах, неприходимыми в дрод. Судя, однако, по ширине русла и разным знаком на их берегах, таким как сломанные деревья, весны и бревна, не может быть сомнение, что весной непомерно разбухнет после таяния в горах снега. Самая большая среди этих рек Афипс у черкесов и каракубань у татар и русских. Начинает свое течение в большой горной цепи Кавказа, прозванный черкесами Курдч, снежные горы. Вобрав в себя воду нескольких притоков, она впадает в главную реку Кубани, 15 миллиметров ниже Шаркваса. От устья этой реки начинаются обширные кубанские болота, что простирается до Черноморского лимана, образуя, вероятно, один из самых нездоровых в мире района. Сколь частные несчастные русские солдаты, геройные болезни войной, оказывались в этих распространяющих всякую заразу болотах. Камаши и кустарники нередко достигают высоты в 12 футов, предоставляя убежище не только большому числу разного рода водоплавящих птицам, но и диким кабанам, здесь обитающим в огромном количестве. Эти животные известны своей свирепостью и большими разумерами. Во время зимних месяцев, когда русские уделяются внутрь своих вкреплений, они предоставляют горцам возможность заняться их основным видом спорта, охотясь на кабанов с собаками и копьями. Перейдя через реку Отташалган, выступающую по размерам и объему вод, Афипсу, мы вновь вступили в край матахайских племен. Эта река, называемая татарами и русскими Ямансу, медовитая вода, из-за воды, которая обычно мутная и насыщена минералами, она впадает в Кубань на 8 миль ниже Афипса. По всей видимости, речь о реке Убин или Иль. Скорее всего, Убин. Несколькими милями далее начинается очень обширная провинция Хапсухия. Пояснение. Так как у нас будет возможность часто обращаться в ходе нашего повествования к этой провинции, мы, дабы избежать неясности, будем больше обозначать ее названием Хапсухия. Или, как ее называют русские, Шапшик. Шапсухия, я не помню. Станциями и крепостями черноморских казаков на противоположном берегу реки. Длинный берег и гор, что расположены вдоль побережья Атаната до Суджуккале, в значительном отдалении на солнце сверкал подобное хрусталю Эхксим. Черное море. А город и крепости Атаната вместе с русским лагерем добавляли живописные впечатления и живость этому широкому ландшафту. Тут, кстати, возникает вопрос, что это за гора такая в том районе, в котором видно и Черное море, и Кубань с иплутыми. Загадочно. Тут, скорее всего, автор совместил свои представления с разных точек. Кои здесь резко обрываются безжизненной равнины в приблизительно полутора милях от морского побережья, окруженного укреплениями, состоящими из стены, рва и бастиона. К югу и юго-западу форт и город окружены нависающими над ними цепью почти не перпендикулярных скал, стремляющихся на высоту от 1 до 200 футов, образуя естественную и эффективную защиту от нападений горцев, коих до сих пор не имеют какого-либо иного более эффективного оружия против укрепленных позиций, чем мушкет. Однако, всего того, что они все еще и владеют всеми соседними холмами, обитатели форта и города полностью окружены, за исключением тех сторон, что ведут к морю и на север, ведь территория, будучи гладкие и болотистые, позволяет им поддерживать связь с черноморскими казаками, находящимися на правом берегу Кубани. Но они лишаются даже этой единственной возможности, когда Кубани затопляет прилегающие земли, что, как правило, происходит весной, когда в дырах тает снег и осенью, после непрерывных и больших дождей, привычных в это время года идущих. После того, как война приобрела более смертоносный характер, городские жители и гарнизоны испытали самые суровые лишения, особенно из-за нехватки воды, потому что в городе имелся лишний колодец и тот крайне загрязненный, что вынуждало гарнизон принесли воду с соседнего родняка на холмах в сопроводении пушки. Но, вопреки этой мере предосторожности, из-за смелых военных действий горцев эти выруцкие ради доставки воды обычно сопровождались гибелью людей. Однако, это было в описании моей повестки. После утомительной 8-дневной езды мы вновь вступили в большой военный лагерь, в коем объединившиеся в союз князе и вожди с тысячей своих сторонников собрались на берегах Убина. Эта маленькая река, как Афипс, Иль, Бакан и Цемес протекают через несколько самых суровых ущельев, расположенных в этой части Кавказа. Бакан течет направление Анапы, где в оконечности Теснина по тем же названиям эта река соединяется с вышеописанным Атакумом. Цемес, на русском Добба, впадает в залив Суржуккале, то время, как остальные, летом превращаются в всего лишь речушки, кое разве что способствуют разбуханию кубанских болот. Все эти маленькие речки берут свое начало в верхних районах Черных Гор, иные в цепи более низких гор, кое мы совсем недавно приобрели. Они называются чиркесами Кушха, а русскими Терхернгорами, по той причине, что густо покрыты листвой, и дабы различить их от более высоких гор, покрытых вечными снегами, из числа которых Эльбрус представляет самую высокую вершину. Эльбрус, однако, не является именем собственной этой знаменитой вершины, будучи общим обозначением, что дают кавказцы всем высоким горам, где всегда царит зима. Так что путешественник на Кавказе в поисках Эльбруса может обнаружить горы с таким названием, вероятно, числом своим доходящим до сотни. Имя собственное, по которому Эльбрус известен черкесам, Ошхамахуа, гора счастья, а соседним племенам в верхней абазии Орфейфгуб, священная гора или гора Великого Духа, в то время как татары дали весьма выразительное имя Ильдис-Таглар, гора звезд. Все эти племена считают ее местом обитания Джина-Падишаха, могущественного властителя Афурии, и других фантастических духов, к которым все они привыкли обращаться за помощью, в окажистке племенала во время войны в тяжелом положении. Вся территория, по которой я недавно проезжал, и та, которая меня ныне окружает, чрезвычайно живописна и с учетом их користого характера, весьма приспособлены для земледических целей. Так как хотя общая большая часть долин, небольших ущелья и тесни мускам, и обычно окружена нависшими над ними невысокими известняковыми скалами, и здесь полно отдельных участков полуородной земли и зеленеющих плато, способных накормить многочисленное население. И сколь мы можем судить по частному местонахождению сел и берегушек, количество детей и особенно сколь мы вспомним затянувшуюся войну, то должны признать, что население немало выросло со временем пришествия страшной чумы в 1812 году, уничтожившей жителей целых районов. Эта изумительная цепь тяжелым черных гор, вместо того, чтобы представить собой одну непрерывную линию, разорванную и разбитую на многочисленные глубокие ущелья и кряжи, растянувшиеся в северо-западном направлении от лапы до русской территории на другой стороне Кубани, а в юго-западном направлении до Геленджика и Суджук-Каля. Образуя ущелья эти с ними, в большинстве случаев абсолютно недоступны для врага, так как там не только нет дорог, но и неровности вместе с пересеченным характером местности делают невозможным для любой европейской армии, какой-то предприимчивой то ни была, перевести средства, необходимые для продолжения войны, хоть с какой-нибудь вероятностью успешного ее завершения. Помимо того, им пришлось бы сразиться с народом, который ценит свободу, как величайшее земное благо, и зорко усматривает всякую возможность уничтожить своих захватчиков. Россия может обладать Черным морем, она способна построить на побережье форта, строить при полном черкесе в получении пороха и соли, единственных товаров, в коих они ныне не издаются, но она не способна помешать им самим производить эти продукты. У них под рукой в горах необходимы для того материалы. Соляные источники широко распространены в Верхней Абазии, опорах черкесов, метод производства которого, ими я описал в предшествующих томах, великолепен. Следовательно, я думаю, мы можем предположить, что Россия никогда не сможет полностью подготовить этих горцев, соль отличных от всех европейцев, народ, который, благодаря своей неукротимой храбрости и местоположению своего края, как и умеренности, суровым обучением и призыванием к опасности, становится еще более неповедимым. Кстати, тут немножко по поводу пороха приврал, потому что порох этот неоднократно описан, он создавался из множества разных растений, растущих наглинием на удобрениях, и он такого посредственного, достаточно качественного, все-таки была проблема. Даже благородные, стойкие швейцарцы у самых истоков своей независимости никогда не пополнялись в столь ревности своему богу свободы, никогда более мужественные не защищали свои скромные очаги. Богатство, почести, подкупы, лесть, короче говоря, все умасливающее влияние напрягующего Санкт-Петербургского двора оказалось недостаточным, чтобы расплить их. Некоторые князья и дворяне столкнулись со всеми прихистами этого изысканного царского двора. Им назначили пенсии, им возводили в самые высокие военные чины, но посреди всего этого великолепия они тосковали по своему горному краю, когда редко когда не возвращались. Среди многих мы можем упомянуть в качестве самых из знаменитых двух табардинских вождей Исмаила и Гулата Атужупина. Исмаил служил в русской армии с такой безупречности, что достиг чина генерал-майора, а император Александр, не только пожаловав ему орден святого Георгия, но и желая приблизить и расположить к себе, осыпал его милостями. Однако никакой соблазн не мог заставить его принять нравы цивилизованной жизни, так как он возвратился в свои родные горы, но бы наслаждаться ячменными лепешками и шху, а также свободой странствовать по лесам и горам и следовать любимому развлечению охоты. Случай с Гулатом был еще более примечательным. Он был привезен в Санкт-Петербург, будучи еще ребенком, но и определён в военную школу, в коей-то свой французский, итальянский и русский языки, и почти полностью позабыл свой собственный. Он стал офицером даргунов и за короткое время достиг чины капитана. Те же соблазни, богатства и почести боролись с его привязанностью к родному дому. Но всякое искушение оказалось слабее, и он взрослепился в черпесию. Гуманин живет на берегах Баксана, в одном из самых глухих районов Кабарды, как настоящий горный вождь, как решительный сторонник независимости своей страны, как разоявлый лесной охотник. И никакие настойчивые просьбы, никакие обещания императора не способны уговорить его отправиться учиться в Россию одного из своих детей. Абазинский князь Михаил Шарвашидзе, полковник русской армии, поступил так же. В прошлом году, когда мы посетили Бамбору, по соседству с которой он проживает, генерал-губернатор ждал теплого приема князя, но был в том разочарован. И тем самым я лишился возможности увидеть изыскание манеры привитой горской независимости. Несомненно, что тавказцы все вместе и в отдельности ненавидят русское гермо. И действительно, мы можем предположить, что, сходя из их отличных, от всякого иного народа нравов и обытия, из того, что они не привыкли к перетеснению в своей собственной стране, что военная служба в России ими рассматривается не иначе, как позорное рабство. Давайте еще одну главу почитаю, потом обсудим и на следующий эфир оставим продолжение чтения. Как раз уже более интересные моменты начинаются. Итак, глава восьмая. Лагерь на Убине, в коем мы сейчас пребываем, и лагерь на Шарквасе, мною уже упомянутой, не являлись, однако, единственными военными стоянками горцев в этой части Кавказа, так как в дополнение к ним имелись несколько иных, более или менее значительных пунктов расквартирования. В особенности, пост в ущелье Бакан, ведущий к Анапе, ЦМС к Суджук-Кале. В то время, как подход к форту Амбин, Николаевский, недавно возведенным генералом Велениным в нескольких милях от гор, тщательно охранялся. Все высоты и господствующие позиции тоже были заняты часовыми, тревожно наблюдавшими за передвижениями противника. Каждый человек был снаряжен факелом из легко воспламеняющегося материала, будучи готовый запалить его при появлении какого-либо отряда захватчиков. Этот сказочный район Западного Кавказа, который был и должен был вновь стать, так сказать, театром столь большого первопролития, окружен российскими фортами Анапой и Беленджик на Черном море, Редутами, станицами и крепостями черноморских казаков на правом берегу Губани вместе с фортами Абин и Николаевских горах. Однако, несмотря на преимущества, коими владели русские, как-то укрепленные позиции, флот под командованием генерала Паллиноти, численная дисциплина военная техника, они были отброшены в свои укрепления с большими потерями после каждой попытки в начале кампании проникнуть в Клуб Края. Водушевленные неоднократными успехами, горцы пришли в особый восторг, получив известие о том, что их союзники, не гуши, а седины и другие племена, населяющие главную Кавказскую горную цепь, прилегающую к Кавказу, вместе с лезгинами на Каспийском море взяли за оружие и добились нескольких знаменательных побед над их общим врагом, неоднократно застав просплох и перебив на куски целого отряда большего армии в Грузии. С этого времени борьба, что каких-то несколько лет назад ограничилась главным образом провинциями на Кубане и на Черном море, охватила весь Кавказ. И если тот же дух сопротивления однажды проявит себя среди более мироволюбивших жителей Грузии, Менгрелей, Меретии и Гурии, в России может, несмотря на все свои победы, на Востоке появится горький повод раскаяться за войну в Черкесии. Во всяком случае, эта борьба обещает принести этой державе большую тревогу и подвергнуть большому истощению людских денежных ресурсов, чем во время ее экспедиции против ослабленных монахов в Турции и Пирсе. Преобъемляет ли, в конечном счете, этот союз полуцелевого жителей Кавказа к установлению независимости, это вопрос значительной степени мазрительный на Востоке. Это, конечно, весьма вероятно, если они продолжат соблюдать не за целью единодушия действий, совсем недавно привнесенные в их среду дружеским и дежустранцем на Ульбеем и до той поры столь чуждые их сборочим, когда вследствие их вечных ссор племя нападало на племя князь убивал князя. Следует, однако, напомнить, что разобщение, подкуп и деморализация, будучи главными союзными и факторами, кое Россия употребила в ходе своих завоеваний, здесь полностью не оправдали возлагаемых на них ожиданий. Нельзя также думать, что же, если храбрость, коя в любую эпоху отличала рыцарских сынов Европы, в наши дни угласник, что их соседи, турки и персы, кои должны по политическим мотивам симпатизировать с Кавказом, долго останутся нейтральными наблюдателями борьбы, куда столь глубоко вовлечены в собственный интерес. Также мы можем и считать, что какое-нибудь христианское государство будет продолжать медленность наступление в войну, что должно завершиться истреблением благородного доблестного народа, который, как мы убеждены, никогда не покориться державе, кои им привучен ненавидительской убеды. Для самих интересов России, если она продолжит ущемлять свободу независимого народа, последствия победы или поражения могут оказаться натальными. В одном случае жители Европы, возмущенные насилием, одних собственных интересов, встревоженные значительным ростом ее мощи, могут начать действовать и призывать ее к суровому ответу. Такая как в ином случае, если многочисленные племена Кавказа, сохраняя свой дружественный союз и будут посылать воевать свои необыченные полчища, их южные провинции могут вновь тот же дух, та же непреклонная цель воодушевляет тот же народ, который в такой же борьбе за родину и их свободу возбит барьер против великого македонского завоевателя. Отродила Россия доблестный регион Вечного Рима, хорошо подготовленные решалки Митридаты, минуя века, успешно срывал всякую попытку турок и персов в самые славные дни покорить его. А теперь очально защищается от державы, что часто поддержала Турцию и Персию, завоевала Польшу, уничтожила или отправила в цирку ее храбрых сынов. Это полуварварский народ, известный Европе лишь в мировой войне, что демонстрировал его истинный характер и довольств до всеобщей сведения его существования. Чего поэтому не может добиться армия и разве не будут грозными велолеты, коли она состоит из таких людей, которые, будучи незнакомыми с европейской тактикой и главных врагов русских, оказываются самыми лучшими кавалеристами в мире, людей, чьей славой является война, чьей профессией является возбужденным и одобренным пугающим критом, что не назовище по всему Кавказу, мусти за смерть наших предков. Отцы наших врагов пролили кровь наших отцов, мы пролили кровь от детей и стрельбинных народ. Они лишили нас, наших жен и детей, они сожгли наши села, уничтожили наши стада и табунынии и успешили наши земли. Настал час возмездия. Этот народ, никогда не вступающий в бой, не исполнив хором вызов своему врагу. Попытка покорить этот район Западного Кавказа был результатом плана, приготовленного в 1934 году в Санкт-Петербурге и пороченного для исполнения гириала Велениного, начавшему операцию в мае следующего года с армией в 20 тысяч человек. Этот храбрый офицер рассматривал данное предприятие столь легким в исполнении, что высказывал невероятность того, что способен за две летние компании подчинить все племена Атаната и Мингрине. Вопреки этим самоуверенным предвкушениям успеха, ему совершенно не удалось произвести какое-либо сильное впечатление на этот край за исключением строительства двух эволюционных портов, но и ранее упомянутых, кои должны быть покинуты, если в скорости не будут попередны соседние племена, дабы по страху смертности набрать русские войска провизии. Как эффективно отграды горцам эти форты оказались бесполезными. Год за годом, говорит иный друг, служивший добровольцем под командами генерала Веленинова, славные войска этого бравого воина истреблялись. Упорство, смелость, предусмотрительность, военный талант не помогли ему, когда ему пришлось столкнуться с волей целого народа, решившего остаться свободным. Покуда, наконец, будучи изнуренным и нековерными неудачами, он не ушел в отставку по предлогам плохого здоровья и вскоре после того умер в самом расцветии лет, вероятнее всего стал жаркой этой самой душевной болезнью, что подрывает жизненные силы. Мир прав у него. Он был храбрым солдатом и правосходным человеком, благородным, великодушным и открытым, но он был любим, подчиненным и почитаем всеми, кто знал его. В ходе своих экспедиций против горцев он исполнял свой долг перед монархом, но ему в укор нельзя приписать ни одного жестокого деяния. Действительно, вызывать сожаление, что столь храбрый и столь добрый человек не был вовлечен в какое-либо предприятие, которое, даже будучи безуспешным, могло бы пролезть сияние на его славу человека военного, так как быть побежденным дикими полувооруженными горцами это действительно не унизительным для довольственного офицера, сосредоточившего свои собственные достоинства, но что смелость, талант и предвидение не могу сделать против народа, возможно, самого воинственного и хитрового существующих и обитающих в крае, с тем недоступным, что его ущелье от лоты известно были лишены ему самому. Будучи лично знаком генералом Велиминовым, я не мог, водреки моим добрым пожеланиям успеха черкесам, не посочувствовать этому русскому полководцу по поводу испытанного горечи и неожиданного поражения. В всю часть его армии понесла в долине цемес поражение, о котором я попытаюсь рассказать в следующей главе. И глава девятая, секундочку, на которой мы закончим на сегодня, продолжим, не скажите попольше. Глава девять. Долго сохранявшаяся прекрасная погода, коей я наслаждался в ходе моего второго визита на Кавказ, и что столь мила всякому путешественнику, особенно в крае, лишенном преимуществе в зоне жизни, в конце концов, сменилась икровольным дождем, сопровождаемым порывами ветра, столь яростными, что те напоминали ураган. Прозрачной убинкой я столь часто любовался, как тихой речкой, струящейся по своему поминистному русу, теперь разрос себя размером громадного и стремительного потока, тогда как каждый родник и каждая речушка, чьи крошечные течения были до той поры почт невидимыми, грохотали подобным многочисленным водопадам. Это была величественная и очень живописная картина, столь отличная от местного вида, что если бы ни присутствия в невыжолюбных племеновых особых одеждах, я мог бы вообразить себя застегнутым бурью в горах Пироля. Мы были, однако, в какой-то степени готовы к внезапной перемене в погоде, так как в этом первобытном крае опытный горец, не сведущий в науке загляданных стран, могущий помочь ему ориентироваться на пиролических вопросах, основывает свои расчеты на естественных объектах его окружающих. Разное множество насекомых, начиная с бабочки, что таит в воздухе, и до кузнечика, что родится в лугах вместе с цветами, чтобы открывать поле, является для него простым, но без ошибочным признаком всякого изменения в атмосфере. Сверх того, он полагается на туманы, что застевает вершину горы. И часто во время нашей поездки мой друг пристально просматривался в Спринскую гору Шагалех, в это время окутанную с основания своего и до вершины разноцветными парами, коим неизменно предсказывают перемену погоды. Гора Шагалех, обладающая, подобно всем известковым возрастным свойствам притягивать излишнюю влажность атмосферы, в результате становится для коренных жителей безошибочным в своей точности барометром. В дополнение к этому сила ожидаемых дождя и ветра, как утверждают, определяются с цветом, плотностью и протяженностью тумана. Разные приготовления, предпринятые этим примитивными людьми против приближающего своего врагана, представляют собой для европейца непривычные и интересные явления, не менее заслужившие внимания их умирной привычки мало требуется для поддержания армии, движимой одним общим чувством независимости и любовью к своей отчизне. В первом раскате грома самые опытные моряки никогда не смогут большей быстротой выбирать свои паруса, чем это сделают сильные горцы, дабы воздвигнуть свои простые талары. Вместо колев используемых в этих случаях рубятся ветки деревьев, которые покрываются ворочными тюками и распакованными циновками, так как ни один черкес никогда не покидает дом без этих незаменимых вещей в плохо населенном горном районе. Но часто случается, что за какие-то нефть переменов прекраснейшей погоды сменяются огромные силы бури. И таковым было мнение юминистовства, что даже те, кто то ли будучи менее предусмотрительными, то ли по причине своей закаленности тел пренебрегли подобной предосторожностью, не заимели себе этих временных жилищ и охотно искали укрытие вращения скалы или в стволе старого дуба. Так что через несколько минут ни один из тысяч составляющих лагерь не остался без убежища. Когда мы берем во внимание водонепроницаемое качество черкесской чауке, мы говорим здесь о буке, вместительного плаща, сделанного из смеси длинной овечей и козьей шерсти, то обнаруживаем, что едва ли есть воин, лучше снабженный, по крайней мере, касательно одеждой, средствами преодоления превратности партизанской войны. Черкес, окутанный в плащ и укрытый под своей войлочной палаткой, может не считаться с прохода водой, в то время как несчастный русский солдат в тонком кетеле, лименомых штанах и изношенном сурфике, имея в качестве убежища бурь лишь брезентовую палатку, а чаще всего дешенную и ее, после одной или двухлетних компаний на Кавказе неизбежно заболевал, что несомненно ускоряло его злоупотребление водки, злоком русские солдаты поощривались собственными офицерами с целью возбуждения их в ходе атак на горцы. Плотный войлок, из которого осознанно были черкесские палатки, представлялся нематериалом, превосходно приспособленным до этой цели. Он составлял наружное покрытие, в то время как внутреннее пространство украшено было циновками, самым искусственным образом сделанным из-за соки и равновидностей длинных трав и изделиями в равной степени водонепроницаемыми, производстве которых черкесы не имеют себе равных. Эти бедные люди рассказывали мне, что до блокады в побережье России производство эмициновых составляло самую обширную целью экспортовых торговли с турками и персами в причине того, что схожие виды циновок повсеместно использовали для настилания полок печени и общественных знаний. Их отсутствие среди сотен прочих товаров ныне вызывает горькое разочарование, ибо турки и персы привыкли менять на них всякого рода мелкие предметы роскоши, столь незаменимые для народа, несмотря на это в своих привычках скромные. Вдобавок тысячи людей были заняты в их производстве в течение зимних месяцев, когда черкесы не могли более выгодным образом занять свое время. Простой способ, коим более сооружены палатки, достанет внимания и может быть выгодно использованием пехоты, вовлеченной в такого рода боевые действия. Две жерды или скорее ветки деревьев вбиваются в землю и поперек скрепляются в верхнюю часть, чтобы повесить на них обшивку и привязать веревки к днам дерева, требуется усилие лишь в несколько минут. Палатки более привередливых в их вкусах были сделаны из нескольких кусков прочного войлока, кои, будучи соединенными, напоминали улей и образовывали в целом самое удобное небольшое жилище, как правило, сновленное ковро, дабы отдыхать на нем и трубой для распускания дыма. Все это без подделок сделало и кое, кои могут быть изготовлены менее чем за человек часа, если есть недоименец от парикнович бивак, может быть свернуты до таких малых размеров, чтобы перевозить верховную лошадь. В оправдании, однако, моих отважных друзей, я должен заметить, что самые удобные палатки неизменно принял чем для женщин и инвалидов, ибо роскошь и изнеженные привычки рассматривались на Капкаде весьма позорными для лого. Услышав столь много относительно черкесского способа располагаться биваком, читатели, естественно, спросят, как столь большие противосложения мужчины снабжались продовольствием и какая степень дисциплины среди них поддерживалась. Их очень умеренный образ жизни я уже отметил в своих предшествующих томах. А что касается главных продуктов, что они берут с собой в поездки, то ими являются мешочек ячменной муки, просо, кукуруза, рис, и слой молоко и мед. Дрова для разведения огня можно обнаружить везде, как и камни, чтобы испечь для себя хлеб. В то время как зайцы, олены, дики, кабаны и любого вида дичь составляют неплохую замену говядине и баранине. При этом не надо забывать об изобилии диких уток пазанов, встречающихся в этом крае. Каждый черкес, прежде чем отправиться в военный поход, снабжать себя сам этими вышелхламянутыми продуктами и впечатление о бюджинах в маленьких мешочках, пристегнутых к седлу вместе с разного рода продуктами, а также дичи, набытые в пути, не способствует, можно признать, героическому внешнему виду черкесского воина и не вполне соответствует этому украшенной драгоценностями гинжал и сверкающей доспехи, когда речь идет о князе. Они избавляются, однако, от всякой аллозе, прежде чем отправиться в сражение. Если этот запас продуктов источается, будь то и затянувшегося по холоду или по иным причинам, воин снабжается вождями и старешинами первого встречавшегося с ним племени, что черкесы считают храброго солдата, добровольно вызвавшегося воевать за свою родину, имеющим право на особое предвостеперимство, которое, может быть, ему оказано даже больше, чем то, что оказывается министрелю, воспевающему подвиги их героических предков и рассказывающему о далеких племенах. Кроме их собственного запаса продуктов для того, что предоставляют леса и реки, войско часто снабжается большим количеством скота, который пастухи отдают или безвозгленно или меняют на какие-нибудь пустячные предметы, не имея лучшего способа распредиться им после того, как торговля с Турцией была оприрована. Что касается военного, жалованные племени его не имеют, так как считается величайшим позором для солдата получать вознаграждение за службу своей родины. Если наследственный князь или старейший напомин не окажется неспособным вести за собой своих приверженцев в бой, то избирается военный командир. Единственными условиями избрания на эту ворную должность является ораторское искусство на совете, храбрость, ловкость охотника и безупречная меткость стрелка. Его приказом повинуются безоговорочные с готовностью. В свою очередь военные командиры из их союзных племен избирают свои среды старшего, принимающего титул сироскера. Находясь в этой должности, он отделяет своих умной властью в данной области и регулирует всякий вопрос, связанный с войной. Туркес, который мог служить в армиях соседних держав Турции или Персии, обычно имеет предпочтение при избрании на такой пост. Эти сироскера во время войны обладают почти неограниченной властью. Когда это возможно, они встречаются и проводят совещания, решая как лучше вас учтить поход. Когда обстоятельства тому препятствуют, они сообщают за друг друга с помощью гонцов. И так как должность гонца требует высокого доверия и ответственности, на нее избираются лишь лица, преобладающие безупречной репутацией, людей и преданных, репутацией редко или никогда не утрачиваемой среди этого народа. Когда богатство и почести могут заменить мучительную смерть, постыение всегда так почитается бесчестью предательства своих соплеменников и тем самым навлечением вечного позора на свое имя и род. Вожди совместно со старейшинами каждого племени регулируют все гражданские военные дела сообщества и неруководимого. Когда человек погиб, защищая родину, его семье оказывается общественная помощь. Таким же образом, если село или племя пострадало от разорения врага, потери размещаются за счет сообщества. Или если племя оказывается изгнанным земель, что занимали его предки из-за вторжения его могущественной соседки России, оно с открытым радушием встречается любым из соседних племен, которые определяют землю и стада, так как каждое увеличение численности племени содействует росту его силы и влияния в общенациональном собрании. В этом случае беженцы никогда не отказываются вступить в племя своих благодетелей и тем самым становятся исполнительными общих законов, а за их нарушение подвигаются общим наказанием. Священнослужители и старейшины племен являются хранителями Сан-Жак-Шерипа, который, подобно турецкому, никогда не развертывается, равно что при подготовке нападения на вражескую территорию или в случае нависшей угрозы племени, когда каждый мужчина, способный носить оружие, обязан присоединиться к знаменам и заклинить себя и свою семью позором трусости. Под этим словом, кстати, имеется в виду классический флаг людей со стрелами и звездами, который как раз в это время появился в этих краях. Сан-Жак-Шерип. Так как черкесы не имеют постоянной системы дисциплины или тактики сверхпростой воинской службы партизан, они занимаются в лагере разного рода атлетическими упражнениями, передающими телу силу и ловкость, тогда как ветераны, ставшие неспособными в силу своего возраста принимать активное участие в их играх, используются среди прочих дел в обучении молодых владений мечом, метанием копья и стрибета, мишеней с помощью лука и стрел. Что касается мушкета, то из-за скудности пороха тот ныне более не употребляется, разве что непосредственно стрибет в противнику. Со времен исключения недавнего союза вражда между отделенными вархиями и племенами, что устреблял населения Капказа почти перестала существовать. Но еще и сейчас жестокая ссора и старая родовая вражда, заканчивающаяся смертью, нередки во время их общих встреч. Несмотря на строгие приказы их вождей, старейшим суровость, с коей прервой нарушителей последними наказываются. Как бы сильно горцы, как люди, не пострадали от последствий русского вторжения, последнее, с другой стороны, для них, как нации, было бы приятным и попринесло им большую выгоду, побудиваясь в знакомстве с основами европейского общества и подражанием. Тогда как от польских и русских дезертиров они узнали о многих творениях цивилизованной жизни. Эти люди, к тому же своей неукротимой ненавистью к прежним хозяинам и страхом быть схваченными болими сотоварищами, еще более разжигают противность черкесов и захватчика. Хорошо подготовленные отряды, высокие сгинами, гушеи и представители других племен, недавно обдрошенных от их собственных в родину на восточном Кавказе, храбрые люди и более обученные в их способе ведения войны, чем любые кавказские племена. Настоящие ветераны в борьбе с Россией, кое они упорно и решительно сопротивлялись более столетия. Тоже будут крайне полезны к новым союзникам, привнося в порядок и лучшую систему тактики в их армии. Вооружение лесгин схоро с черкесами. И если первые не столь высокий ростом и не имеют такую же физическую силу, как черкесы, они не менее храбры в бою и никто не способен превзойти. Как никаких срывков. Особая тактика лесгин, прозванная черкесами Хануач, маневрирование их отрядов, похоже, уже распространилась среди некоторых племен Западного Кавказа и в отсутствии лучшей системы, вероятно, станет отчетримитой. Однако, какой бы и пригодной не была тактика лесгин в безлесных горах и степях Мискоспийского моря, система партизанской войны, неиспользованная черкесами, при условии обнесения в нее чуть большей дисциплины и логичности, является наиболее адаптированной к местной природе, наиболее смертоносной и наиболее страшной для русских, так как если они однажды спустятся на равнины, на счет выступления, их покорение или истребление окажется не столь отдаленным. Так, фактически, обстояли дела во время моего пребывания на Кавказе. Горцы, возбужденные своими временными успехами, приняли решение перейти через Кубань, дабы придать огненную чушь землю своего противника. В надежде преуспеть в своем предприятии, один из них, добрейших сироскенов, доблестный Хирзис-Оглу, схватив Санджак-Шериф, встал во главе прекрасных юношей с числами пухайцев, демиргоицев и других племен, населяющих Ушха, с числом доходивших почти до 5 тысяч человек. Они действительно подвергли опустошению земли черноморских казаков и увели несколько сотен голов рыгатого скота вместе с немногими пленниками, но они дорого заплатили за свою безрассудную смелость, когда, возвращаясь, напоролись между Анапой и Кубами на гарнизон этого города и большой отряд казаков. Столкнувшись с такой силой, несмотря на быстроходность своих коней и, собственно, необычайную храбрость, горцы понесли сокрушительное поражение и отступили, хотя по всей вероятности, если бы артиллерии хватило времени не взяли позицию, зарядить пушки к артечию, ни один черкес не возвратился бы домой. Но и без того данная кровавая боль, не оставившая жизнь храброму командиру, долго будет в памяти многих любящих материнжен. Лизгинский вождь, учитывая численность своих людей и природы местности, итак, Лизгинский вождь, учитывая численность своих людей и природы местности, готовая стать театром схватки, формирует отряды в одну-две сотни и более, во главе которых он ставит командиров. Эти отряды его делят на группы из десяти, двадцати и так далее человек и во главе их назначает опытного воина, который в дополнение к своему обычному вооружению несет маленькое копье с привязанным к нему флагом. Эти флаги, будучи разных цветов, легко узнаются как свои действующими или выполняющими маневр группами. В результате достаточно уметь одного командира, чтобы маневрировать большим отрядом людей с величайшей точностью выполняющих каждое свое передвижение под звуки тамбурина или барабана. Для этой цели заместитель командира обычно соприводается барабанщиком, но если этот полезный помощник не может быть найден, то заместитель командира подвешивает своему поясу пары больших летавр. Впечатления от этого большого отряда людей с их многочисленными цветными флажками, находящимися к тому же движению, в одно и то же время весьма ярко и весьма живо. Вот, глава десятая мы подошли, практически почти до полной книжки дошли. Я предлагаю сделать так, значит, уже два часа мы читаем, сделаем перерыв в этот раз. Предлагаю продолжить чтение в прямом эфире во вторник в то же самое время в 18.00 продолжим читать Спенсера. Я думаю, у нас еще два-три эфира нам понадобится, чтобы полностью завершить две книги. И потом все это уже я соединю, порежу и выложу в качестве подкаста в аудиозаписи. Можете сейчас, в принципе, задать какие-то вопросы, написать мне, я отвечу, если нам интересно что-то пояснить, может быть, по-услышанному. И также приглашаю в 20.30 на канал Inside Travel.KRD у меня в этом есть в сторис ссылочка. Там будем общаться с Владимиром Бегуновым по истории Екатеринодара. Как вам вообще Спенсер? Так вот, вкратце могу сказать, что да, у него очень много, конечно, такого вот чересчур раздутого англофильства. там иногда это пишет, как бы, очень сильно привлечивает Англию, принижает всех остальных, но он в понятиях видно между представлениями о народах других, таких, таких, немножко примитивных, а в то же время какое-то восхищение. То есть, человек типичный 19 век, эпохи той, колонизаторской еще. Но, вот, как вы поняли, если первая глава у него много такого было, какого-то политического анализа, каких-то мифов, заблуждений, там, то дальше вот уже какие-то описания более интересные пошли, вот, бытой этнографии. Потому, в принципе, он, ну, как бы, его критически надо воспринимать, но, он есть, такой, какой есть, мы можем понять, вот, логику отзычатора, в общем-то, Теофил Лапинский, в таком же ключе пишем достаточно, собирание мифов, таких, это прям преувеличивание у него есть, надо относиться политически, но, вот, главное, что в этом всем, в этом всем есть интересный момент, а вот порох это как раз показатель, то, что он пишет, здесь, что порох такой замечательный, они прям сражались с ним, другие, ну, как бы, автор, никто не подтверждает, какого, собирая, что порох был тут паршивого качества, самодельный, как бы, им пользуюсь, потому что, выхода не было, когда купить не было, и поэтому, такой вот, да, много личного и субъективного, как во всех мемуарах, мемуар, в принципе, источник не очень надежный, у него много личного субъективного, и мы должны, как бы, относиться критически к нему, но, мы понимаем, что здесь много и наблюдений, да, которые мы можем сами понять, узнаем, вот он черкесскую описывает, бургу, как они вставят эти палатки, да, то есть, вот эти вещи мы можем понять, и, можем, как бы, сравнить с чем-то, да, сами, а то, чего не можем сравнить, ну, надо относиться практически к какому личному субъективному, а вот, кем был Спенсер по профессии, сложно сказать, потому что, тонком, нигде информации нет, вот прям, указания, с чем он конкретно занимается, он пишет везде, пишет, 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 много читает и пишет, по всей видимости, такой, достаточно обеспеченный вольный писатель, потому что, например, вот, нищего, же Лэйн Лонгварда и было, он не писал для газет, он не упоминается, что он там, да, допустим, ну, какой-то английской газеты, там, как корреспондент выступает, нет, вот его личное мнение, он такой, вольный путешественник, в Германии пожил, там, что-то поприсал, с гендографием подружился, он в Грецию приехал, и у него вот эта идея, что, как у многих у них, что вот Англия, такая вот, там, родина, велик, великая империя, мы самые лучшие, мы несем цивилизацию, кругом, вот он ездит и смотрит, значит, на тех полях сражений, которые, где вот, у них стычки с Россией происходят, вот, чтобы показать, что в России, там, как страшные, все нехорошие, а вот, ну, они еще не такие добрые, прекрасные, да, ну, соответственно, с русской стороны тоже такое было, вот, поэтому, да, тут надо смотреть, у, допустим, Теофил Лапинского, который намного позже всех был, еще это читал, естественно, всех предыдущих, ну, мягко говоря, там еще похлеще, там, вначале, там, вообще, какие-то мифы, и очень много такое, типа, московитые, там, грязные, какие-то, монголо-татары, то есть, вот это вот, политическая тематика, она очень сильно преследуется, у всех путешественников, по всех их мемуарах, но, вот, Спенсера, вот дальше поймете, там, будем читать, он много из музыки записывал, у него ноты, прям, здесь есть, в книгах, редкость, обладавший музыкальным даром, который переложил некоторые народные песни, вот, по музыкальным, музыкальным ключе, я скажу, да, поэтому, все равно интересно, так, ну, хорошо, тогда, если у нас, вопросов нет, больше, тогда, напоминаю, еще раз, вторник, восемнадцатом мы продолжаем читать, Спенсера, во вторник, также я сделаю анонс, по одной из тем, которые мы будем обсуждать, мы в прошлом эфире выбирали, вот, и, через полчаса, начинаем эфир, венциальт, с тревога КРД, по истории Екатериндара, Краснодара, Купенческого, и, в принципе, наверное, еще и финансового, вот так, так, что встретимся в ближайшем эфире, и следите за обновлениями, и не забывайте играть в квест, в квест, пост номер 2, завтра вечером, сделаем у него ответ, и подскажу, кто выиграл, кто получил баллы, точнее, все, до новых встреч, всем пока, спасибо за участие в эфире, субтитры, а выиграл, что выиграл, и, что выиграл, и, что выиграл, Продолжение следует...